Добрый вечер Второй день Второй день Украина вместе с семьей Надежды Савченко радуются ее долгожданному и благополучному возвращению И второй день семьи других задержанных и в Украине и в Крыму семей смотрят с надеждой новости и ждут, когда же придет очередь и к их родным Я приветствую всех присутствующих, спасибо, что пришли к нам сегодня Ну что ж, начнем, давайте начнем с того, о чем я уже в принципе и сказал Мы все рады возвращению Надежды, это прекрасно, но есть ли у нас надежда обрадоваться возвращению и других? Начнем с того, сколько, кстати, сегодня людей ждет Украина обратно Есть абсолютно разные данные, от 11 человек до 29 задержанных и незаконно удерживаемых Кто может прокомментировать? Давайте, может быть, я попытаюсь, с вашего позволения Давайте, да На самом деле, я не знаю, откуда появляются данные про 11 или 29, только на оккупированной территории От вас, Георгий, и появляется Каждый политик считает долгом назвать свою цифру, не я придумал Я могу сказать цифры, которые можно суммировать и можно взять из каких-то возможных понятных данных Сегодня в Крыму задержанных, заложников Кремля более 20 человек Это число увеличивается, особенно сейчас, практически ежедневно По информации, которую мы имеем от Ирины Герасченко, на временно оккупированной территории содержится около 150 человек На территории самой России тоже порядка 30 человек Итого я понимаю, что 200 человек, героев, находятся сегодня на временно оккупированной Извините, не перебиваю, просто хочу проанонсировать, Ирина Герасченко буквально с минуты на минуту присоединится к нашему разговору Поэтому более 200 человек сегодня ждут такую же судьбу, как его надежда Мы очень надеемся, что всеми методами, и как сказала Надежда, санкции, давление и продолжение жесткого отношения к России Эти дети тоже будут скоро дома АПЛОДИСМЕНТЫ Надею Савченко звольнили завдяки выполнению Минского протокола Завдяки выполнению этого протокола уже было извольнено понад 3 тысячи заручников Яки утримывались в Российской Федерации, яки утримывались на тимчасово оккупованих территориях Это велика цифра Велика цифра, особенно в контексте того, когда весь мир побачил, что такое быть политвязнением, что такое быть вязнением террористов Российской Федерации Знаете, власне, Надя Савченко тоже отметила тот факт, что саме Минский протокол стал тією базой Незважаючи, что он очень критикованный, потому что он не критиковал Минский протокол, что он не выполняется, но есть факты А факты – это очень прямая речь 3 тысячи заручников, более 3 тысячи было извольнено И сегодня, приклад Савченко говорит про то, что дипломатический тиск, который используется против Российской Федерации, он эффективен Он эффективен, но мы, безусловно, вспоминаем, что Надя Савченко была не единственной гражданкой или гражданой Украины, которая утримается Мы вспоминаем Афанасьева, мы вспоминаем Чернина Клиха, Карпюка, мы вспоминаем Ахтема Чайгоза Давайте их не просто вспоминать, давайте с вами говорить о том, как в Украине их освободить Вы знаете, я хотел бы рассказать, что извольнение гражданки Савченко... Чьих усилий достаточно? Одной Украины, наших западных партнеров, нормандской четверки возможно? Пожалуйста, вот теперь отвечайте Знаете, извольнение Савченко почалося еще в 2014 году, когда президент Порошенко выдав в липні месяце Розпоряджение про невидкладные заходы щодо извольнения гражданки на тот час Не кандидатов в депутаты, не первого номера виборчого объединения Батьківщина, Завдяки какому Батьківщина потрапила в парламент, не члена парламентской слабой Ради Европы, А громадянки Савченко за ополону Российской Федерации Власне, президент еще тогда четко подтвердил, что гасло «Украина понад усе» Он понимает, что для него каждый украинец, громадянин Украины, для него понад усе Это важная вещь, которую стоит помнить всем, кто сегодня критикует Минский Порошенко Но и важная вещь, о которой стоит не забывать о том, что вы сами говорите Два года на освобождение Надежды Савченко Надежда Савченко, самый непростой, была пленным для Российской Федерации У Карпюка, Клыха, нет депутатства, нет депутатства Европарламента Сколько лет можно будет потратить на них и дождуться ли они? Ну, и список длинных, и дождуться ли они этого? Так само не было депутатства у тех трех-трех тысяч звільненных, которые были звільнены до того по Минскому протоколу Хотел бы вам всем нагадать Пожалуйста Это очень важная вещь Микрофон, да, вам сейчас моя помощница Я просто хотел бы сказать, что нет никакого Минского протокола Те, про что мы говорим, есть перелик заходов на выполнение Минских договоренностей которые были достигнуты в рамках нормандского формата Это первое По-другому, в пункте шестого плану заходов на выполнение договоренностей в рамках Минского формата Это было написано, что стороны берут на себя, неизвестно, какие стороны, это уже иншее питание Зобовязание совершить обмен, подкреслюсь, заручников Та осіб, которые незаконно утримаются за принципом «всех на всех» Кінец цитати О, теперь давайте из этого и выходить, и думать А чи звільнение Надії Савченко відбулося у відповідности с этим документом Чи, возможно, были какие-то другие впливные факторы, которые сделали это возможным Ну вот начните вы, дайте, Катрин, верните микрофон, пожалуйста, вашему гостю Ваша версия ответа на ваш вопрос Я думаю, что Минские договоренности склали определенный фон Они сделали определенный формат, в рамках которого произошло то, что произошло Но были задеяны очень много важных, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций Были задеяны механизмы санкционные, другие, и это привело к этому результату Эти механизмы должны быть задеяны так же и для освободения других людей, которые проживают в колонне Знаете, я хотел подтвердить слова коллеги, сказать, что мы должны не забывать, что Надія Савченко засуджена за российскими законами Вона получила 22 лет, вона не является военно-полоненной, вона не является человеком, скажем, в заручениях Это человеку, которую они обвиняли в том, что она убила журналистов в раз, и в том, что она незаконно перетнула российский кордон Хотя мы знаем и понимаем, что произошло Вы же прекрасно понимаете цену обвинения и цену приговора Конечно, мы понимаем, что это был не суд Это было шоу, это было шоу, это было шоу, это было шоу, это было шоу с боку России, а Надія, знаете, своим таким духом, своей незглавностью показала, что Украина на колено не встанет И мне кажется, что мы должны здесь сказать спасибо всем нам, всем депутатам, мы смогли сделать депутатам Верховной Рады, мы смогли сделать делегатам парламентской ассамблеи, мы смогли поднять ее имя и вообще тему таких заручников, как Надія, которые действительно выкрадены в России, их там до 30-20 лет называют Мне хочется добавлять ложку дегтя в вашу бочку меда в выступлении, но сама Надежда, выступая в Борисполе, в первую очередь поблагодарила народ Украины и журналистов за то, что они не дали депутатам Секунду, я не закончил За то, что они не дали депутатам, то есть всем вам, заговорить и забыть об этом Нет, вы же мне не дали договорить Это было ремарно Нет, вы повинно сказали, мы все это сделали для того, чтобы такая надія, это первый только звоночек, выходила на свободу, все сделали И она сегодня даже на пресс-конференции сказала, знаете, звернулася до тех парламентских фракций, которые сказали, чтобы каждая парламентская фракция тогда взяла вот такую людину військового полоненного, эти люди уже были освободены Потому что их имя поднялись на самую вершину святого европейского политика И это постоянные встречи Меркель, Оландача, Обамы с Путином Сергей, вы просили слово, спасибо Я хочу сказать, что тот факт, что мы пытаемся политически перетягнуть канаты в одну другую сторону Доводить, что президент, депутаты, громадские сделали больше для ее извольнения Это оценка, власне, украинским элитам и украинскому политику А вы как оцените, кто сделал больше? Запад, Украина или... Я вважаю, что это общая победа, которая основана перед всем на ее воле и ее должности АПЛОДИСМЕНТЫ Не факт, я хочу сказать, закинчить, не факт, чтобы на ее месте была другая женщина или другая человек Який бы занимал не такую резонансную, не такую уникальную, не такую волевую и жесткую позицию, как она занимала Не факт, что это привело бы до такого резонанса, который мы получили в результате на международном уровне И на этом фоне, на этой основе уже замесилися усилия и президента, который сделал неймоверную работу на международной арене Народу Украины, который мобилизировался вокруг необходимости и работы по ее извольнению Популяризация идеи, отстоять свою гражданку, которая находится в тюрьме у Путина И третье, конечно, это так же достижение народных депутатов И я бы хотел, чтобы мы не забывали, что надея действительно была включена в список партии «Батьковщина» И я считаю, что это тоже играло большую роль в том, чтобы поднять весы этой борьбы, резонанс этой борьбы И открыть возможности для диалога с Европой Потому что это наше спільное заседание, это ваше, доброе, ваше спільное достижение Скажите, пожалуйста, что из опыта освобождения надежды Очень непростого нужно взять на вооружение сейчас, чтобы я возвращаюсь к главному вопросу Как можно скорее освободить десятки других украинцев Я знаю, как это сделать Всех тех, кого мы знаем и кто сегодня за руководством После призначения, призначьте негайно перевыборы в Верховную Раду И разделите их у всех в проходные частины списка всех тех партий, которые могут пройти И начать эту борьбу И они станут депутатами и будем их ритмировать Если они будут осенью, как говорят многие эксперты Лично с вас спрошу, сколько имен вы возьмете в список Георгий Вы знаете, ну вот мне на самом деле иногда даже страшно слушать вещи, которые являются явно популистскими Вы знаете, вы верите, что надежды освободили из-за того, что она стояла в каком-то номере списка или еще кем-то? Вы верите, что она результат Минского соглашения, исключительно Минского соглашения? Тогда скажите, почему не поменяли всех на всех? Тогда у меня есть простой вопрос Открываем документы Путин говорит С принципа гуманизма я ее отпустил Скажите, этот принцип гуманизма в этот же день отразился в Крыму, когда арестовали Мы видели видео, как украли члена Бахчисарайского Меджлиса Да какой же гуманным стал Путин? Кто ему в этом верит? Я могу добавить, что в Грозном сразу же дали два срока на двум украинцам Параментально, о чем идет речь? Российская Федерация шантажирует Украину и Европейское сообщество Они играются с нами в какие-то шахматы, передвигая фигуры Надя герой, Надя символ Украины, мы за нее боролись, везде боролись Я не считаю, что кто-то сейчас должен перетягивать канаты Но всегда мы ставили и в пассе, и в парламенте, и ходили с футболками, и выступали, и блокировали посольство Российской Федерации Я уверен, что эти партии разыгрываются именно с нами, и мы субъект игры, а не объект, не с западом ли торгуются? Именно, я уверен, что последние три дня у нас, как у депутатов в ПАСЕ, как у депутатов в БСЕ, у нас полная мобилизация Мы сейчас разделяем и понимаем, потому что все западные политики вдруг один день начали говорить Дорогие друзья, так у нас же и диалог с Россией, посмотрите Кстати, у Меркель выборы на носу, ей каждого украинца освобождать тоже, в общем-то, наверное, не сроки Вы знаете, и в этом тоже правда, и это за неделю до саммита, и за месяц до снятия санкций Мы должны быть очень внимательны, и мне очень приятно, что Надежда первыми словами Борисполи что сказала Дорогие друзья, меня освободили как результат давления на Российскую Федерацию Спасибо, Бориспол Я закончу ровную секунду Наша задача, чтобы освободить людей, которые находятся там, найти максимальное количество механизмов давления на Россию Найти их больные точки, нажать на эти точки, не бояться, быть субъектами, и тогда у нас будет обменный фонд И тогда мы победим Борислав, как вы считаете, Украина будет освобождать всех остальных заложников, или все-таки должна просить помощи у Запада? Хорошо, что Надежду Савченко освободили Плохо, что не удается освободить остальных Хорошо, что Надежда Савченко прилетела в Украину Хорошо, что к Надежде Савченко было приковано внимание, и десятки народных депутатов приезжали к ней на заседание Плохо, что ни одного народного депутата не было на заседание у Клыха и Карпюка Ни одного Так же, как никто не освещал это здесь, так же никто не видел, что происходило Я не могу поехать, например, а еще некоторые люди не могут, потому что на нас прямой арест Но остальные, которые ездили к Надежде, могли бы поехать и к Карпюку и Клыху Они такие же украинцы Да, они не депутаты Да, они не члены ПАСЭ Но Карпюка выкрали с территории Украины в апреле 2014 года Третий день рождения Микола отмечает уже в застенках России И в то, что его вернут, я верю Так же, как и верит Илья Новиков, которым сегодня я разговаривал Он сказал, что у Карпюка потрясающее психологическое состояние Он говорит, я никогда не видел людей, находящихся в таком положении, которые бы так себя держались Не забывайте, что Карпюка пытали Да, пытали электричеством, бессонницей Пытали Он об этом писал ФСБ это не скрывает Это называется допрос с пристрастием Плохо, что Украина об этом не трубит везде и всюду Плохо то, что у нас так мало первых номеров народных депутатов Которые находятся сейчас в России Я говорил о том, что эти люди сейчас остались один на один с системой И я могу гарантировать, что да, их адвокаты будут работать Да, мы будем поднимать этот вопрос в Европе Но скажите мне, пожалуйста Можем ли мы надеяться на то, что каждого заложника будет встречать президентский борт? Можем ли мы рассчитывать на то, что каждое завершающее слово в суде Будет присутствовать украинские телеканалы, которых я не видел в этот раз? Можем ли мы рассчитывать, что к следующим судебным заседаниям, которые будут Для поддержки наших заложников Приедут украинские депутаты и официальные лица Потому что когда-то Оруэлл написал в романе «Скоттный двор» Все животные равны, но некоторые ровнее Так вот это неправильно Все украинцы равны Все Без исключения И самое главное И самое главное Я хочу сказать Когда-то в Израиле пять лет длился возврат сержанта Гелата Шалита Из плена у палестинских террористов Пять лет Более тысячи человек Тысячи террористов было в обмене за одного Гелата Шалита Когда израильтян спросили, почему они сказали Жизнь каждого гражданина Израиля бесценна И это постулат для Украины Я не могу теперь не задать вопрос присутствующим здесь депутатам В том числе и вам, Борислав Действительно, а почему такая избирательность поддержки? Почему беспрецедентные меры по поддержке Надежды Савченко С одной стороны И с другой стороны Ну, грубо говоря, не забвение Ну, и нежелание активно участвовать со стороны депутатов В делах других украинских заложников Иван Она жінка Она мужня жінка Их бы они побачили ее стилкости Потрясающий ответ Можете повторить? Надія, это жінка То есть по гендерному принципу вы решаете Кого поддерживать из украинских манопленных Вы знаете, это не сексизм Я хочу вам нагадать все події Как она была выкрадена Она была навмисно выкрадена Из украинской территории Потом перевезена до Воронежу Потім я хочу всем нагадать Что президент Я про это сегодня сгадывал От когда вы говорите Что поставили на першу шпальту Там окремой газеты Чи окремого блока Який шел в Верховную Раду Перша людина Кто почав займатися Громадянкою Савченко Был президенту Протоколу было звільнено Понад 3 тысячи заручников Мы с этого начали Мы не с Надією Савченко Починали В чем разница Просто увага до Надії Савченко Была прикута Потому что она жінка И вона поводила себя гидно Набагато, возможно, сильнейше Сколько из этих 3 тысяч Были освобождены С территории России Знаете А в чому разница Територия России Чи Где працюють Регулярные Российские войска Где Деют Банда угрупований Яки фінансуются Российской Федерацией Где жодного закону Навіть Росийского Не діє Где не допускают Жодних спостерегачів Навіть ОБСЕ В окремом районе Как вы думаете Где Больше небезпечно Знаходитесь В підвалі Луганського СБУ Чи в окремо взятій В'язниці Наприклад В Ростове-на-Дону Знаете Це дуже досить дискуссийное питание Ви видели вчера На видео Карпюка и Клиха Досить багато Вже было Ток-шоу Присвяченок Не тільки Надії Савченко Присвячено Звольнення Військовополоненики Багато людей Розповідали Як їх катували Як їх мордували Микола Карпюка Выкрали С Харьковской области Вывезли Во Владикавказ Пытали там Заставили Оговорить себя Микола Карпюк Пытался покончить Жить самоубийцей Чтобы Вытрываться Из этого плена Его не дали Микола Карпюк Держится Таким образом Ну это Фантастически Это признают Его адвокаты Он показывает Уровень Выдержки Патриота Украины Который Несмотря ни на что Держится Как патриот И Микола Карпюк Не достоин того Чтобы им тоже заниматься Им что-то занимаются Им не занимаются Представляете Андрей Ивенко А кроме того Семцов Кольченко Клым Абонасер Солота Секундочку 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 А сына Джумилева Который находится Сейчас в заложниках И которому Предлагали Мустафе Джумилеву Предлагал Лично Путин Деньги И сына обратно Если тот признает Крым Российским И Джумилев Как настоящий патриот Мустафан Джумилев Как настоящий патриот Повторяю Отказался Отказался Потому что для него Это дело честь Докер Вона это Ну что вы думаете Берут полон Биомаса Он тоже хотел Говорит о том Что мы Отличаемся Действительно Тем что мы Говорим Об этих людях И в России Действительно Об этом Никто не говорит В том числе О тех двух Солдатах Которых Освободили Ведь на самом деле Они действительно Никому не нужны И я бы тут Не стал Конечно нужно Чем больше Обменного фонда Как говорят Тем лучше Понятно Но вы же прекрасно Понимаете Что Савченко Освободили Не потому что Надо было вернуть На родину Двух Двух солдат Они действительно Никому не нужны Они Это механизм Это просто Надо было показать Путину Показать в России Почему он это сделал Да Ну сейчас То что я читаю Последние два дня Вот мы вернули Двух парней наших Пишут там В России Хотя на самом деле Никому они действительно Не нужны А это конечно Результат только Международного давления Действительно Давайте прямо Говорить В лицо Это нормандская четверка Это действительно Это Вот послушай Почему Савченко Я согласен В какой-то степени Потому что женщина Знаете Вот ее Все что они писали Кто читал В международной прессе Я имею ввиду В англоязычной В американской прессе Ведь это действительно Для них такая Ну для нас это конечно Говорить может быть И не хорошо Но это кинематографическая история Она Помните Писали Солдат Джейн Да был фильм такой То есть Она для людей Она Действительно Ей было жалко всем Вот всему миру И поэтому Действительно Многие международные лидеры Включились в эту борьбу И нормандская четверка В конце концов Стала решающей Поверьте мне Это правда И Теперь следующий вопрос Да Что сделать для того Чтобы такое же Международное давление Было по поводу Всех остальных Люди Работайте Вы депутаты Работайте Но не в России Это поверьте Это бесполезно Работайте на западе Работайте в ПАСЕ Вот я знаю депутаты ПАСЕ Работайте с Дипломатами международными Потому что Только таким образом Оказав давление И дав понять Российской стороне О том что Им выгоднее И проще Их отпустить Чем держать у себя И слушать Постоянные Вот эти разговоры На переговорах И постоянно этот вопрос Который поднимается Проще отпустить Вот только в этом случае Наши люди могут выйти Возможно Что лучше использовать Из наработок По освобождению Надежды Савченко Нам сейчас Для освобождения Других украинцев Нам сейчас Расскажет Илья Новиков Адвокат Надя Савченко С нами на прямой связи Илья спасибо Что нашли время Я знаю что вы даже Включаетесь Нам из своего автомобиля Потому что вы очень заняты Спасибо Скажите Вы уже успели Такой легкий вопрос Вначале Отпраздновать Освобождение Нади Если да то как Ну знаете Честно нет Потому что Освободили 25 мая Позавчера А на следующий день Был уже назначен Приговор Николаю Крапику И Стасу Клыху То есть у меня Не было вот такого Времени на праздник У меня сразу Сразу было понятно Что Вот этот счет Заложников Он Пока мы Одну очко отыграли Два очка Мы проиграли Что он все равно Стал на два приговора больше И с этим что-то Надо было делать Поэтому Отвечая на ваш вопрос Нет Сейчас такие Понятно Ильяс Ну а скажите Что делать С Карпиком и Клыхом Приговоры Суровые 20 и 22 года На что Можем надеяться Что должна сделать Украина На кого Вы как адвокат На кого Рекомендуете Делать ставку На западных партнеров На нормандскую четверку На украинское Давление украинского политикума Или на поиск Возможно Таких же сильных адвокатов Которые были в деле Савченко Спасибо за комплимент Потому что Сильный адвокат В этом деле уже есть Если вы считаете таким меня Что касается И моих коллег Обязательно Которые сделали Львиную часть работы Это Доку Ислайф И Марина Дубровина Что касается Того что делать Мне кажется Что Вот эти украинские дела Они Имеют тенденцию Вообще в России Подходить к концу Не в том смысле Что больше не хватает украинцев В том смысле Что Эти дела Они очень четко Распались на два кластера Крымский и не крымский Если с крымскими Ситуация постоянно развивается Там появляются Все новые и новые Политзаключенные То У меня есть ощущение Что по не крымским делам В какой-то момент Просто закрутили экран Сказали Стоп Больше не надо Вот то что было Нам не понравилось У нас не получилось Ни одного красивого Показательного суда У нас получился Сплошной позор И дело Крепюка и Клыха Видимо последнее Вот из этого Из этого кластера Там вообще сложности 11 человек Вот из этой категории И появляется С вступлением Приговора в силу По Крепюку и Клыху Где-то это будет В июле или в августе Появляется возможность Для того О чем давно говорит МИД Попробовать провести Широкий обмен Не потому что Этого хочет Россия Или не потому что Россия хочет получить Кого-то обратно за них А потому что Эту ситуацию Как-то нужно закрывать Если дело Савченко Было персонально Очень острым Если было заметно Что Путин не хочет Ее отдавать Именно потому что Для него это Сопряжено С таким персональным Что ли Отступлением Да С тем что он воспринимает Как слабость То по другим Такой картине Видимо нет По крайней мере У меня нет Такого впечатления И там Можно попробовать Провести Вот эту подготовку К обмену И обмен И его подачу Гораздо более Спокойно И гораздо более Тихо Без надрыва Это не значит Что мы не должны Помнить об этих людях Наоборот Мы должны Руководствоваться Положительным примером Надежды Что кого-то удалось Из этой ситуации Из этой тюрьмы Вытащить Выдрать Мы должны Просто запастись Оптимизмом И работать дальше Но Здесь ставка должна быть Не на вот такое Разовое решение Когда всем миром Начиная с президента США Папы Римского Секретаря ФРГ И так далее Наваливаться А просто подготовить Эту ситуацию Может быть Не ослабляя давление Но не пытаясь По каждому Отдельно взятому чеку Организовать Такое же сильное Адресное давление Как по надежде Просто таких ресурсов Нет Мы не можем 11 раз Мобилизовать Весь земной шар Практически весь мир Понятно Илья Тарас Загородний Наш эксперт Хочет задать вам вопрос Ну я считаю Ну некорректным Опять же Предъявлять претензии Депутатам И всем остальным Что вот вы Савченко Освободили А других не освободили Мы всегда должны понимать Что для России Пленные Которые они берут Это не пленные Это заложники И Россия ведет себя По-бандитски У них нет никаких ограничений У нас есть ограничения Мы должны действовать По каким-то правилам Мы должны мобилизовывать Мировое сообщество Здравствуйте я прошу прощения В чем вопрос Илье Вы мне показали Что хотите задать вопрос Илье Нет? Нет я не прокомментировать Хотел Давайте мы с Ильей Просто у нас дорогая связь Поэтому вопрос Илье Кто-то из Ильи Иванова Нет я хотел прокомментировать Все понятно Илья Вот скажите Не у всех все-таки Украинских пленных В России Есть такие хорошие Снова комплиментирую вам Хорошие мощные адвокаты Как у Савченко Вам не кажется Что Украине нужно Более тщательно подходить К этому вопросу И работать И с украинской адвокатурой И с российской Очень хорошо Что мне этот вопрос задали Дело в том Что месяц назад Национальная ассоциация адвокатов Украины Назначила меня Своим представителем В России И один из первых вопросов Которые я Обещал проработать И поднять на повестку Это как раз Организация Пула российских адвокатов Которые Ну если угодно Вызываются добровольцами И чья честность И чья квалификация Не вызывает сомнений К которым в первую очередь Будет обращаться Генконсульство Украины При появлении информации О том Что очередной Украин Задержан в России Это облегчит Наше взаимодействие Просто в силу того Что консулы Не будут В попыхах Звонить в первую Соседнюю консультацию И искать случайного человека Который возможно Просто не готов Брать на себя такие риски Возможно Такого давления Поэтому Да вопрос Временный Но на него уже найден Видимо найден ответ Илья Вот небольшое уточнение Не хочу лезть к вам в карман А кто оплачивает услуги Адвокатов Вот в таких делах Государство Украина МИД Или это ваша личная инициатива Вы на волонтерских Началах работаете По разному В моем случае Я по делу Крепика работаю Бесплатно Про Боно По делу Надежды Савченко Последнее время тоже Я нес все расходы сам Этого нельзя требовать От всех адвокатов В ряде случаев Действительно вмешивается МИД В ряде случаев Как там тоже в ситуации с Николаем И со Стасом Помогают друзья Но никакого системного подхода Никакого фонда Который финансировал бы эту деятельность По какому-то единому формату И вон просто не существует Вот я сейчас спрошу у депутатов Чуть позже Когда мы с вами договорим Почему нет такого фонда Приготовьтесь пожалуйста Георгий Очень короткий вопрос И затем я Илья, добрый день Это твой коллега Георгий Лагвинский Мы активно работаем И с Николаем В основном с Полозом С Феганом В том числе и По Хайсеру Джамилеву Но мы постоянно видим проблему Что должна быть Взаимная связь Не только с адвокатами А и с правоохранительными органами Потому что каждый факт Задержания нашего лица в России Это уголовное дело И как мы сделали в ПАСЕ Специальный список Мы приняли резолюцию Которая вводит Персональные санкции В отношении каждого лица Судьи, милиционера в России Который прикасался К нашим заложникам Поэтому Как вы считаете Какую систему Украина Должна построить дополнительно В правоохранительных органах Синергией работы с вами И синергией адвокатуры Спасибо Да Я могу сказать Что я причастен к этому опыту В июле 2015 года Когда буквально накануне суда 29 июля День прокуратуры Украины Вынесла первые постановления О возбуждении уголовных дел Против тех, кто соучаствовал В похищении надежды Причем не на стороне ЛНР А на стороне России И там в том числе Были российские судьи Которые Продлевали сроки Содержания по страже Когда она уже была в ПАСЕ Но я хочу предостеречь По моему опыту Когда эти вещи Происходят Происходят автоматически То есть когда они происходят Вот как вы говорите Каждый, кто прикасался К украинцу Попадает в уголовное дело Это крайне негативно В Европе Надо очень тщательно Очень сдержанно К этому подходить Мы, например Проводили такой подход Что только здесь Судьи Которые продлевали Надежды срок Содержания по страже Когда она уже была Делегатом ПАСЕ Вот они стали Предметом преследования Потому что про них Можно было внятно сказать Почему они заведомо Нарушили закон Если делать это автоматически И в этот бред Будут попадать рядовые милиционеры Или там рядовые Помощники прокурора Которые поставили одну подпись Вы просто не встретите Внятного четкого понимания Ваших действий Со стороны европейцев Которые привыкли Потому что Есть безумие невиновности И даже вот такие Сомнительные действия Все-таки охраняются законом У этого милиционера И у судей Есть право жаловаться Понятно Илья, очень много вопросов К вам у присутствующих Извините, что перебиваю Борислав, очень коротко Илья, добрый вечер Борислав Добрый вечер Илья Мы ждали Чтобы процессуально Прошло Чтобы прошло Процессуально Обвинение Надежды Приговор И только после этого Процессуально смогли Вернуть Сейчас есть приговор Карпюку и Клыху Как вы считаете С вашей точки зрения И с вашим опытом Через какое время Потенциально Мы можем Вернуть их В Украину Когда я обсуждал Это с Николаем Я сказал, что считаю Минимальным реалистичным Сроком Конец года Спасибо Почему? Потому что Приговор пока еще Не вступил в силу Он должен пройти Верховный суд Это случится Где-то в июле Может быть даже В августе этого года И даже если допустить Что к этому времени Пройдут какие-то Предварительные переговоры В МИДе Что будет согласован список А в этом списке Безусловно Николай будет на высокой позиции Потому что у него до сих пор Пока что Дальше надежды Был самый длинный срок 22,5 года Это такой Своего рода Мрачный рекорд Даже в этом случае Поскольку здесь Трудно ожидать Что это пройдет Через решение Путина Что это будет В России оформляться Каким-то Ускоренным способом Надо заложить Несколько месяцев Просто на вращение шестерен А то чтобы все бумаги Прошли через всех чиновников Вот до самого низа Как мы говорим До бабы Нюры До этой бабы Нюры Я думаю Что несколько месяцев Как минимум должно пройти Понятно Илья Последний вопрос Если можно коротко Есть информация у нас В украинских СМИ О том что Надежда Савченко Готовит законопроект О суде присяжных Есть информация о том Что это именно ваша идея Так ли это Вы ли ей это советовали И действительно ли считаете Что суд присяжных Может изменить В лучшую сторону Судопроизводства в Украине Я скажу так Даже обсуждение этого проекта Без его принятия Уже принесет пользу Потому что могу вам сказать Что судопроизводство Украины Оно к сожалению Недалеко ушло Может быть дальше Чем российское Но недалеко ушло От своих советских корней И проблемы В общем и в России В Украине С судебной сферой Наверное те же самые Вот даже если нам не удастся А это моя идея Да я признаю Даже если нам не удастся Реализовать ее до конца Даже какие-то Может быть Палеотивные шаги Даже первое Исполнение первых стадий Этого плана Уже принесет отдачу Потому что Это уже будет отход От того Грустного состояния Которое есть сейчас Илья Об этом трудно Кратко Это все-таки предмет Предмет очень детальный Здесь должны говорить Юристы сперва Потому что По судам присяжных Понимаются очень разные вещи Мы можем сделать Такого уродливого гибрида Которого никому не будет радости Я очень надеюсь Этого избежать Мысль ваша понятна Илья Я вынужден вас поблагодарить Наше время и стекло Нашей связи Еще раз вам И лично от меня Всех присутствующих в студии Да и наверное всей Украине Низкий поклон За то что вы делаете Делали и делаете В деле спасения Наших соотечественников Спасибо А вот теперь Я хочу спросить у вас Друзья Почему Илья Это все делает бесплатно Вы серьезно Громкие дела Нужны лучшие адвокаты Почему этот человек Работает на волонтерских засадах Иван Напевно я буду починать Ну почините Если можете Друзья Безумовно Надание Правовой допомоги В закордонных краях Мое финансоваться С бюджетом Министерства закордонных справ Но оно не финансируется Почему Воно частково Финансуется Но Например В прошлом году Не финансировалось Наверное Належным чином Финансирование Наших законов Не финансуется Взагалі Это 100% Не финансуется Если вы не знаете Запитайте И мы вам потребуем Дозвольте Я закинчу А потом вы Но вы скажете То что не есть дейсность Я могу рассказать вам Свой приклад Я особисто У меня есть Одна девчина З Нової Каховки Яка затримана Зараз в Малайзии По незаконному Виноватению В наркотрафику Яка стала жертвою Ей прозвище Лопаткина Вона вагитна Вона зараз Зараз находится В малайзийской Вязнице Так я хочу вас Поинформовать Что я особисто Зараз занимаюсь Цим питанием И надали Відповідного адвоката Відповідного Финансування Отривало Малайзийское посольство Яке зараз Цим питанием Зараз занимается Иван Новая Каховка Аплодирует вам Сейчас стоя Это все прекрасно Вопрос был в другом Почему Вопрос Юридического Сопровождения Судебных процессов В которых идет речь Об освобождении Украинских заложников Отдана на откуп Доброй воли Российских адвокатов Захотят они это делать Бесплатно или не захотят Шановный пан и ведущий Я хотел бы закинчити Я змушен был перерваться Для того Чтобы пояснить Что вона истнует Что вона истнует Потому что Мой коллега Борислав Береза Категорично это заперещу Еще раз Министерство Закордонных Справ Не финансирует Жодного адвоката В России Все Я пояснив Я пояснив ситуацию У справе Конкретно Я особисто занимаюсь Я закинчу О чем вы закинчите Далее Я хотел бы всем нагадать Вы же сказали Что украинцы все однако В предусмотренном бюджете Сумма 100 миллионов гривен На прошлый год Была потрачена Действительно Министерство иностранных дел Были действительно Собраны компании Но с какими целями Это были Зампанные компании Взяли Защиту Украины Например В деле Коломойского Когда Коломойский Подал на территорию На государство Им на эти деньги Шли по тендеру туда Ну принаймні А адвокаты Которые не финансируются Принаймні Мы погоджим За что бюджет Исну Не можно говорить Что его нема Вин е Друге питание Как он распределяется Дозвольте Я закинчу Было питание до меня Ну было питание до меня Вы уже ответили Как могли Ну мне не дали Відповісти Ну коллеги Ну же він говорит Ну мне не дали Відповісти Что сделали Адвокаты правозащитники Кашпахатинская правозащитная группа Хельсинская правозащитная группа Мы все объединились И мы сказали Мы все готовы Бесплатно Пробовно Помогать Новикому Фейгану Мы все готовы Работать И работаем Это и Беккер Маккензи Это и Астерс Интегрис Все западные компании Они готовы Отдать от себя И что-то сделать Для страны Для Украины Спасибо Это первое Второе Мы создали фонд Который финансирует В том числе Депутаты Верховной Рады Которые не безразличны Мы вкладываем деньги И мы берем лучших адвокатов В том числе Мы сотрудничаем с Маккором Много пожертвований Удаётся собрать Вы знаете Мы пока покрываем По всем запросам Которую мы ведём Мы находим средства Если ты хочешь Ты стараешься А как активно Он наполняется Средствами народных депутатов Смотрите Я не имею права Комментировать Это адвокатская тайна Ну приблизительно Назвайте фамилии Сколько у вас долларов Из Верховной Рады Я могу сказать Что я даю деньги Я могу сказать Что Межлис финансирует Число вы хотя бы можете назвать Я могу сказать Что это десятки тысяч долларов Которые и Межлис И мы Мы собираем Мы платим Мы находим Мы отправляем Мы делаем Если ты хочешь Борешься Ты создаешь Ты сможешь Пане ведущий Дозвольте Закончите уже свою миссию Знаете Я хотів би Нагадати Что Если вы представляете Бюджетную ніч То Блок Петра Порошенко Ті депутати Які працюють В комитете закордонних справ Категорично Не хотів підтримувати Той розпис бюджету Який пропонувався В Верховной Раді Тому що належним чином Не фінансувався Медлогеністерство Закордонних справ Хотів би нагадати Что в нас в окремих краинах Взагалі Дипломатичні представництва Не працювали Тому Знаете Це той фронт Який ми мусимо Фінансувати Разом з українською армією Тому що Переговорну позицію Треба створювати Вона не з'явиться Сама по собі Її створює українська армія І тут я маю погодиться З нашими колегами Зі свободи Який говорить Що коли українські Військовослужбовці Затримують Діючих Військовослужбовців Російської Федерації Або якихсь Політично значні фігури Які приїжджають На Донбас На український Донбас На окуповані території Це є підставою Для створення Переговорної позиції Коли президент Підписує Мінський протокол Це є переговорна позиція Коли Нулан Приїжджає Російську Федерацію І розмовляє Суковим Це є переговорна позиція Я боюсь уточнить Ви помните Мой вопрос Для того, щоб Звільнити заручників Я підкреслюю Вони не злочинці Всі ці люди Яких сьогодні судять Яким надається Правова допомога Фаховими адвокатами Російської Федерації Вони в будь-якому випадку Будуть засуджені Тому що там нема суду Там нема права Вони є політичними в'язнями Однієї єдиної особи Путіна Тому якщо ми хочемо Когось звільнити Треба створити Відповідну Переговорну позицію А вона може створена бути Дипломатичним Та військовим шляхом А де-факто Дипломатичним Через військовий шлях Ми займаємося в Комітеті Національної безпеки і оборони Ми чекаємо Надію Савченко Члени нашого комітету Уже тривалий період часу І будемо разом це робити Створювати переговорну А сказали фразу Ноланд І наш представитель Ноланд А Ноланд уже наш представитель? Ноланд приїхав на переговори На переговори Это у нас наш представитель? Борислав Ви спочатку намагалися довести Що бюджетів ніяких нема Ви являєте Слушаю вас поверили ли украинці В то, що вам под силу освободить Наших остальних заложників Покажіть нам, пожалуйста Борислава Георгию Ви мене шаги на тихо Покажіть нам, пожалуйста, результаты мини-опроса Который проводился во время этой дискуссії На сайте подробностей Зрители, которые смотрят черное зеркало Отвечали на вопрос Кто може освободити украинських заложників? Украина верит 34-35% проголосовавших на нашому сайте Запад 65-66% Это, в общем-то, резюме Всего того, що звучало в этой студії Я уже начал говорить о законодательних інициативах Сейчас, Кирилл Извините Вот це голосування показує, що люди не верят в свою страну Свої органи, які повинні обеспечити Задайте такий же вопрос В Ізраїле, например Кто обеспечує возвращение заложників своїх? І Ізраїль ответить Именно Ізраїль Ніхакой ні Запад, ні Соедині Штати Америки Ні все інше Це зависит от країни Я вже начал говорить о парламентських інициативах Законодательних Надежды Савченко С Ильєю Новикова Ми обсудили вопрос о введенні суда присяжних Парламентська карьера Надежды Какой она буде? Вот о чому ще хотілося б с вами поговорити Кто із присутніших може дати какой совет Надежде В начале її роботи? Кто рискнє? Кто рискнє? Возможно, Ірина, Николай Ви поки не участвували активно Я можу Ну давайте, Николай Я не совіт Я ні в коем случае не собираюсь Советувати свої колеги Я хотів сказати Немножко о другому Тут прозвучала теза Про те, що всі рівні перед законом Всі громадяни І цим ми відрізняємося від інших країн Ви знаєте, при всіх складностях наших взаємовідносин З присутніми тут представниками різних фракцій Коли голосувалося в сесійній залі питання стосовно звернення Щодо пані Савченка Фракція опозиційного блоку одноголосно підтримувала ці звернення Я хочу трошечки нагадати про інше звернення З яким ми звертаємося І коли ви кажете, що для нас всі громадяни рівні Стосовно трагедії 2 травня 2014 року в Одесі Ми напротязі двох років Звертаємося до вас З проханням зробити тимчасову слідчу комісію З розслідування цього питання І коли ви кажете, шановні колеги Що ми відрізняємося від інших країн Що у нас дійсно суд Що у нас дійсно правосуддя То я прошу згадати цих громадян Які теж були громадяни України Які мали такі з вами права Як і ми з вами Якщо ми з вами європейська країна І якщо в нас дійсно Головною цінністю є людське життя То ми зобов'язані з вами це зробити А стосовно А стосовно Тих побажань Я думаю, що дійсно Головне завдання І це ні в якому разі ніяка порада Пані Савченка Самодостатня людина Ми повинні зрозуміти, що є теми, які нас повинні об'єднувати Коли ми не будемо бачити один в одному ворогів, а коли ми дійсно будемо працювати разом для держави Дякую Дякую, що дали мені можливість виступити Якщо дуже коротко Дуже коротко, хотів би, користуючись нагодою, все ж таки відповісти на першу частину І підсумувати тої результати опитування, які ви сказали Я б, знаєте, я не ділив би 65 захід, 35 в Україні Ми можемо досягти результату, коли буде синергія 100% Спільна коаліція Заходу і України І насправді результати звільнення Савченко в тому числі довели, що без західної допомоги не було б результату І в перші дні після звільнення дуже важливо, що ми почули чітку заяву від J7 Від всіх наших західних партнерів, що санкції не будуть послаблені через звільнення Надії Савченко Нам важливо, нам важливо спільно докласти зусиль, щоб всі 200 людей А я переконаний, що кожен той, хто отримається в казематах Путіна, він герой Якщо треба за кожним з ним посилати президентський літак, ми будемо посилати президентський літак А з приводу порад, ну ви знаєте, Надія Савченка, вона пройшла дуже складний шлях І їй не треба давати поради, вона бачила, як відбуваються події на фронті Вона знає, як ніхто краще в цій країні, як стан з утриманими в Російській Федерації І я думаю, що якщо вона докладає зусиль в цьому питанні, а я переконаний, що її досвід, її прагнення, її можливості в цьому питанні Вони так само допоможуть Україні повернути всіх незаконно отриманих заручників Хочу задати вопрос, не померкнут ли наші парламентські лідери на фоні Надежды Савченка в парламенті? Вадим Карасев, як ви вважаєте? Я взагалі не знаю, померкнут ли чи не померкнут Знаєте, настоячі політичні лідери не меркнут Якщо вони настоячі політичні лідери Тому що лідер – це лідер Що касається вообще Надежды Савченко, знаєте, що я хотів би посоветувати не їй, а нам Давайте немножко відстанем від її Потому що у нас сразу такі ожидання і у людей Сразу вона президентом должна бути Ей треба ще 35 років, вона ще молодий чоловік Молода жінка для того, щоб претендувати на президентство А їй головний совет, що найбільше, що найбільше, що найбільше – це вперед Тому що, да, от цей ад ушов, але ви знаєте, що медними трубами може бути найбільше Я тим ще побачила, якщо ліки в такому запалі обговорювали Надію, не робіть цього Я думаю, що в неї все буде добре, в неї складеться, в неї є стрижень І, власне, дуже важливо, що вона сьогодні на волі І мені здається, що тут треба дуже делікатно ставитись до якихось питань Обговорюючи людину, якої немає в студії А що стосується, дійсно, іншого важливого дуже вашого запитання То звільнення Надії – це велике щастя для її родини, для мільйонів українців, які її підтримували Для влади, для президента, дипломатів, журналістів, всіх нас, депутатів, які так само підтримували, чекали все це І я хочу сказати, але це просто щасливий день А перемога буде тоді, коли ми звільнимо всіх інших І очевидно, абсолютно, що сьогодні, коли в тюрмах Російської Федерації залишається ще 11 політв'язнів І це без тих ще більше, ніж 20 кримських татар, які затримані вже в Криму Коли на окупованих територіях знаходиться 114 людей, і це військові, і це вільні І, на жаль, цей тиждень був для нас драматичним, тому що ще кілька людей наших військових було захоплено бойовиками Власне, ми маємо працювати над тим, щоб звільнити всіх Це дуже важко робити І, насправді, у виборі між звільненням і анонсом про звільнення Я завжди буду обирати те, щоб докласти всі свої сили Для тієї спільної роботи нашої команди по звільненню І от я хочу запевнити, що телеканал «Интер», так само, як і всі інші журналісти Як тільки літак з хлопцями, з людьми, яких ми звільнимо, буде в Україні Ви працювати відразу, що ми всі чекаємо, щоб це працювало так багато швидше Він дуже швидко пройдуть небольша пауза Ми обязательно з вами встретимося через несколько минут Дождитесь Дякую, що дождались Це токшоу «Черне зеркало» Ми продовжуємо наш розговор о освобожденні і українських заложників І о політичній судьбі Надежды Савченко Ви знаєте, в першу чергу Україна, українська влада, українське суспільство Так само сприяли мобілізації Заходу В тому, щоб і західні літери, і західні громади, і діаспора Так само об'єдналися в цій вимозі звільнити Надію І, власне, я думаю, що тут дуже велика заслуга і самої Надії Її родини, там, мами, її героїчної абсолютно жінки 78 років, але вона дуже молода і сильна Її сестри Ну, і, власне, це велика заслуга українських дипломатів і президента, яким тут вдалося віднамість Ірина, але ви не будете ж отрицати, що це і громадна заслуга героїческого труда адвокатів Надежды Савченко? Абсолютно І от тільки що в першій часті ми вияснили, що адвокати ці работають на волонтерських початах Чому Україна не платить і не думає того? Ви знаєте, якраз це дуже важливе питання Коли ми приймали бюджет на 2016 рік Єдина стрічка бюджету, яку вдалося нам спільними зусиллями переконати і збільшити Це було на фінансування Міністерства закордонних справ Тому що сьогодні, коли ми збільшуємо видатки на українську армію І це правильно, ми маємо усвідомлювати, що так само гідно Ми маємо не просто фінансувати дипломатичний фронт, а ми бачимо, як він працює Таку статтю видатків, а як захист українських громадян за кордоном Тому що це має бути така теж стаття видатків І нам вдалося закласти в неї невелику суму, але праві в тому, що нам потрібно її переглянути Тому що ми сьогодні маємо Як по мене їх золотом осипати не може А не просити працювати на волонтерських початах Це абсолютно очевидно, і тому якраз я хочу подякувати всім тим колегам в парламенті які підтримали цю мою теж ініціативу Тоді як голови комітету європейської інтеграції що нам потрібно збільшити на 300 мільйонів видатки на Міністерство закордонних справ І от серед цих грошей так само була та невеличка стрічка що стосувалося фінансування і захисту наших громадян за кордоном Тому що сьогодні так само Ілля Новіков захищає Карпюка і Клиха у Чечні Ми маємо ще низку адвокатів, які допомагають нашим політв'язням Російській Федерації, ми знаходимося на контакті з деякими родинами І там і в родинах непроста ситуація, коли людина, яка... Тут можна тільки попросити народних депутатів, які тут присутствують Которые нас смотрять, пожалуйста, в следующем бюджеті Не забудьте об этом, не на фестиваль песенного творчества закладывайте по 100 мільйонів, да, кажется, було в прошлом году? Там не було такого, воно було виключено 25 мільйонів якраз, які пішли теж на... Якраз 25 мільйонів був на такий фестиваль І нам вдалося їх ще вилучити і також додати на Міністерство закордонних справ І в результаті 325 мільйонів ми додали Але ви праві в тому, що зараз ми вже перейдемо до бюджетного процесу До формування нового бюджету Ми від уряду очікуємо їх проєкту І будемо дивитися, як там фінансуються ключові видатки Возможно, стоїть додати руки Надежде Савченко Вопрос освобождения українських военноплених в будущем Я думаю, що уж при ней так точно і деньги в бюджеті в строка найдеться Знаєте, я хочу сказати, що ми, коли в літаку поверталися в Україну Надія вперше посміхнулася, коли вона зайшла в кабіну пілота І стала за пілотом і сказала, що я дуже мрію побачити перетин кордону між Україною і Росією І вперше тоді посміхнулася А говорили ми всю дорогу з нею дійсно про звільнення заручників Вона розпитувала про те, скільки людей отримується на окупованих територіях Скільки знаходяться в'язнів Росії З деякими з них вона знаходиться на контакті, я так розумію Про деякого дізналася, тому що вона була визольованій абсолютно інформаційній такій вакуумі І що важливо, що в перший день свій на волі Я розповіла Надію, що в мене на наступний день зустріч така чергова Ми на постійному контакті з мамами і дружинами заручників Що отримується на окупованій території І Надія говорить, що я з задоволенням теж хочу прийти і підтримати цих жінок Вона прийшла Я хочу сказати, що ці слова підтримки були важливі дуже для мам і жінок Заручників І Надія так само вона сказала, що в мене немає рецепту Немає як звільнити Тому що дійсно ні в кого з нас немає такої чарівної палички Щоб нею, знаєте, махнути І всі наші герої були на волі Але ми маємо для цього спільно докладати максимум зусиль І я переконана, що голос Надії буде дуже гучним в захисті заручників І ми сподіваємося, що це посилить позицію України Тому що очевидно, що звільнити заручників Ми можемо, це ж маріонетки на окупованих територіях Ми можемо тільки через тиск на Російську Федерацію Тиск на Російську Федерацію можливий через санкції І в контексті санкції дуже важливо зараз буде червень Тому що на 27 червня заплановано розгляд питання санкцій в Європейському Союзі І тут потрібно дуже чітко нагадати, що звільнення заручників Це обов'язковий пункт Мінських угод І мають бути звільнені всі, всі до єдиного І я сподіваюся, що Надю тут все почує Будемо це важдати Інтересно, наскільки громко буде Ну все-таки интересно, об этом ми теж почали говорити Наскільки громко буде звучати голос Надії в українському парламенті Ірина Суслова, у вас я хотів спросити Що би ви посоветували Надії, коли она переступить В перший день того, коли она переступить порог Верховної Ради Ви знаєте, напевно, не потрібно тут давати порад Бо людина самостійно має визначитися Що її робити, як робити і коли її робити Але точно не варто її втягувати в політичні маніпуляції І політичні інтриги Ми маємо сьогодні зробити все можливе для того, щоб Людина зайшла в парламент, почала працювати Почала виконувати якісно свої функціональні обов'язки І самостійно визначилася для себе, що для неї важливо Але хочу ще, Олексію, знаєте, що зазначити? Тут ми спілкувалися з колегами І деякі з колег говорять про те, чому Надію звільнили А щодо інших полонених наших не піднімається питання Я хочу звернутися до всіх нас, друзі, ми всі колеги Скажіть, будь ласка, хто кому заважає піднімати це питання? Ми були на українському тижні в Брюсселі Ми вдягнули футболки спільно з президентом Європарламенту Усіх політв'язнів, які були І запустили такий собі флешмоб у Брюсселі Ми їздимо за кордоном, ми усюди говоримо в першу чергу про наших політв'язнів І не тільки про Надію ми говорили Ми говорили про всіх тих, чьи прізвища у нас є Я от закликаю наших колег сьогодні не обговорювати те, хто що зробив або хто що не зробив А говорити про те, що давайте об'єднаємо наші зусилля і зробимо все для того, щоб кожна людина повернулася додому Ірина, ви знаєте, я хотів би закликати трохи поговорити про те, що хто зробив Ось, наприклад, я знову повертаюсь до теми оплати адвокатів Георгій Лугвінський сказав, що є фонд, який всі охочі можуть перераховувати кошти на те, щоб оплачувалися гідно послуги міжнародних адвокатів Вони нам потрібні найвищого рівня, погодьтеся Чесно, підніміть рухи, хто з просотних народних обранців прораховував кошти в цей фонд? Ну, в-перех, ну давайте бути корректною Я знаю це фамилию многих людей, які підавали вироби Я не прошу називати фамилию, із присутствуючих хто, допомагає Я хочу сказати, я хочу сказати, що не корректно відповідати досить на такі питання Некорректно хнастаться на вопрос відповідати корректно Це був чіткий вопрос, ви його перечисляли Можна, можна, я договорю Діле в тому, що, знаєте, фракція Батьківщина Ми більше 15 раз летали для того, щоб підтримувати Савченка Разом з Іриною Геращенко, Іриною Луценко, Святославом Цеголко Інших я депутатів не бачив Ми особисто оплачували послуги, я маю на увазі як партія Я не хочу казати, що я особисто Є команда Ми оплачували послуги двох адвокатів, Фейгін і Полозов Ми максимально допомагали родині Максимально і зараз допомагаємо робити все Щоб Надія стала, вибачте, тим патріотичним парламентарем І буде нагадувати кожному депутату, що вони обіцяли на Майдані Ми це намагаємось робити Коли ви мене сьогодні запитуєте, чи я, наприклад, знав про цей фонд Я відверто скажу, не знав Аби я знав, як би я поступив, я теж вам зараз не скажу Але є факти І я не хочу, дійсно, Ірина правильно сказала Коли показують опитання, чи Україна, чи Європа То я вам скажу, аби українська влада, суспільство, депутати, дипломатія Не змогли зарядити Європу, об'єднатися навколо цього питання Надія б не вийшла І головне, вона сьогодні вийшла І перше, що сказала, вона на прес-конференції Подякувала нашій всій парламентській асамблеї Раді Європи На чолі від Блока Петра Порошенка В тому, що вони дійсно зарядили Європейський парламент Європейських депутатів для того, щоб допомогти адвокатам Не тільки працювати, а й тиснути на російську владу І це вона зробила відверто Дякую, Сергій Знаєте, мені по атмосфере, яка тут і яка на інших ток-шоу І інших сільних передачах віддельних політиків і депутатів Все напоминає какое-то, знаєте, какое-то странне дежавю Як будто це какая-то предвиборна кампания І все пытаються як-то стати, сфотографуватися Все пытаються як-то правильно сказати Какі-то очень, или осторожні, или уже очень откровенні тезиси по поводу Наді Надя – наш обычний гражданин Такой же, то, каких, а тепер, внимание 20-30 млн. человек знаходяться в такому же, по сути, моральному, только Физиологическом, физическом, экономическом заключении по всей стране Я сегодня был в нескольких школах Учителя, которые 20 лет получают зарплату полторы тысячи гривень І отдають свою жизнь детям І не имеють абсолютно никакого перспективи завтра Ни стать депутатом, ни прийти в парламент Даже быть услышанным народними избранниками Являються такими же точно заключенными Те, хто работают на фабриках и заводах І завтра не будуть иметь роботу Такі ж политичні заключенні Те, хто роботають врачами Те люди, які обречені І у них, в відлічі от Наді, нет никакого шанса Абсолютно І я думаю, що вопрос не в тому, скільки ми дали непосредственно на какой-то фонд Вопрос не в тому, скільки денег сьогодні в міністерстві Вопрос не в тому, хто скільки зробив для її освобоження Вопрос самый главний сьогодні Научились ли ми после цього прецедента Считати каждого гражданина, любого гражданина За границей, на территории страны Ісключительним, самым важным І поняли ли ми, що за кожного Нужно бороться І саме главний механізм этой борьби Не втащить у депутата з кармана Часть того, що він украл за ці 10-15 років в парламенті Чтоб помочь Надежде і другим нашим заключенам А вопрос в тому, як построити нову систему в країні Де хватало б на то, щоб нанять адвокатів для наших героїв Де хватало б, щоб заплатити пенсії і зарплату на достойному рівні Щоб построити нову реальну страну Де були б достойні европейські пенсії Достойні европейські зарплату А вот я считаю, що ці розмови І ці об'яття, в яких ми задушимо скоро Надю і всіх остальних Нужно прекратити І поговорити про те, як буде далі жити остальні Десятки мільйонів наших заграждан Так, Іра, можна, тільки коротко Ви знаєте, я хочу сказати, що якщо говорити про ставлення держави до людини То тут тільки два приклади Літак, який приземлився в Москві, звідки вийшло два грушника Посланих російською владою в Україну вбивати людей Яких зустрічали тільки дві дружини їх І цих дружин до того рік вмовляли відмовитися від своїх чоловіків Росія, яка не визнала грушників своїми громадянами спочатку Тому що в Мінську ми чули, що це доблісні ополченці Которе представляє доблісне ополчення мирне І тільки коли їм генерал Марчук росіянам сказав Так, це генерал відмовляється від своїх солдатів Ті отакочі закрили І Україна, де надію приїхали зустрічати десятки людей І це при тому, що просто відбувся інформаційний витік А якби був анонс, то я думаю, що там би пів України стояли І депутати бігли перші на випередки Ні, бігли прості люди Тому що і питання не в тому Питання, що це є ставлення до держави Тому що держава бореться за своїх громадян І власне сьогодні, мені здається, на прес-конференції надії Прозвучала одна дуже важлива річ На запитання, яке задалече хотіли б ви зустрітися з тими грушниками Вона сказав, що як вони зі мною хочуть І мені є про що з ними поговорити Але ключове, в чому різниця між нами Тому що за мене Україна боролася і Україна своїх не здає А там інша історія І я думаю, що це насправді так само те Якби, може, хтось і не хотів сьогодні в популістських своїх заявах помічати Ключове, що відрізняє сьогодні демократичну Україну Яка важко вибудовує свою економіку від тоталітарної держави Друзі, смотрийте, в парламенті Можна, Ніколай, може запитання Пані Ірино, ми говоримо про гуманізм Я задам вам запитання В одеській тюрмі сидить жінка Яку звинувачують там у цілому ряду злочинів Вона була вагітна Вона народила в тюрмі дитину І українська влада не знаходить змоги Українські суди не знаходять змоги Відпустити її на іншу форму утримання Вона знаходиться в СІЗО І не має змоги спілкуватися з власною дитиною Яка тільки що народилася Скажіть, будь ласка, це прояв гуманізму Це прояв нормальної суддівської системи Це прояв того, про що ми говорили Що у нас всі люди рівні Пізвищею я звертаюся до вас Як до людини, яка дійсно Декларує принципи гуманізму Сприяти тому, щоб вся жінка Мала змогу спілкуватися з власною дитиною Вона не звинуваючується в вбивствах Чи можна це зробити? Якщо ми говоримо про те, що у нас всі люди рівні У нас всі люди рівні перед законом А вам я скажу, що ви надзвичайно обізнані І на цьому ми поставимо крапку Добре? Я хочу друзям сказати Друзі, парламент, ну, чуть ли не вперві Заходить людина воєнна Заходить людина, який действительно І порох нюхав, і що таке плен знає І як боротися за свою свободу І як боротися з чужою враждебною системою Готов ли український парламент к цьому? Ось тут я хочу подключити к розговору Тараса Костанчука Чоловіка теж з фронту Тарас, скажіть, а ви з Надією знакомі лично чи ні? Ні, на жаль, ні Ну, в принципі, я думаю, общаюсь з її побратимами Її характер, ви розумієте, я думаю Я дуже добре знаю її характеру Чому би ви рекомендували приготуватись нашим депутатам? Ну, по-перше, поділяю думку Я тут знову прошу не обсуждати надежну А я ж і не пробую Ми обсуждаємо то, що ждет її в парламенті Абсолютно згоден, абсолютно Погоджуюсь тим не менш з думкою, що для початку треба було б її залишити в спокій Це моя особиста думка Вона як людина, яка вийшла з війни Ну, як мінімум потребує психологічну і соціальну реабілітацію Те, чого не мають жодні з наших бійців Точно так же, немає зараз і Надія Вона цього не усвідомлюється Повинні усвідомлювати і політики в тому числі Давши їй можливість, як мінімум, адаптуватися А потім вже додати якісь серйозні питання Це перше Звичайно, я сподіваюся, що Надія стане тим каталізатором На який ми сподівались на початку каденці цього парламенту Що там об'єднаються в яке ж міжфракційне об'єднання Люди, які воювали І в цій Верховній Раді будуть щось робити В першу чергу для України А не для своїх особистих кишень Це перше Я дуже сподіваюся, що Надія зможе зробити це об'єднання Зможе об'єднати людей, які воювали Не вона одна там буде А їх буде там кілька десятка Я абсолютно впевнений, що ніхто насправді з депутатів От простих мирних депутатів до цього не готовий Всі з боязністю такою пересторогою думають про те, що буде робити Надія Тому що розуміють До Верховної Ради довіри Ну, мабуть, розуміють, що їй вряд ли можна об'яснити, що таке договорня А от до Надії Савченко Її реакцію на те, коли вона узнає, які суми пропонуються за голосування нужних калігархічних друків І як примусити їй не говорити те, що для неї стане очевидним І як примусити їй якось спокійно реагувати на абсолютно негідницькі речі, які відбуваються у Верховній Раді І все це питання, питання і питання Мені дуже цікаво подивитися, яка буде реакція Верховної Ради на людину, яка має принципи Яка буде їх відстоювати, яка не заплямована і не дасть себе затягнути в якісь кулуарні домовленості Але перш за все, я все ж таки попросив політиків дати цій людині відпочити після полону, після війни Кстати, інтересная деталь, на яку я обратив внимание, в заявліях западних політиків Обам і Меркель Говорилось о том, що вони приветствують освобождення, желають Наді скорейшого восстановлення, общення з родними, желають їй віддохнути І тільки в українських СМІ, українські політики обсуждають тільки одно Коли вона приступить к роботі, чим вона буде займатися, вийде вона з батьківщини, войдет в БПП, хто Надю приручит перший Для кого Надя буде союзником, а для кого врагом То есть сами-то ми їй, в общем-то, времени, похоже, не даємо на то, щоб восстановитися, отдохнути, а вже требуємо від неї якого-то результата І політики її втягивають в свої політичні договорники в тому числе На самом деле, да, действительно, я подержу глубоко уважаємого колегу, що огромніша проблема – це проблема реабилитції людей, які були на фронте, які були в тюріме Это во всіх країнах свіра существують спеціальні программи Ізраїль имеет огромний опыт, именно поэтому, например, пару недель назад Ми відправили очередну групу українських психологів, які поїхали в Ізраїль на обмен опитом Іх нам обучають, як, наоборот, роботи з военими Именно поэтому сегодня уже група між парламентівських связів Україна-Ізраїль, яку я возглавляю Мої колеги пригласили, в тому числе і Надю, для помощи і реабилитации медицинської Я надеюсь, що вона согласиться А вместе з цим це важніший процес Але я попытаюсь коснуться немножко важной веще Вот, посмотрите, багато колеги, мені непонятно, почему не можуть дати совет Надежде Ведь вони два роки працюли, вони вже знають, як все працює, як, що працюють А сказати слово бояться Наверно, це якась така нерішительність, непонимання завтрашнього дня І, наверно, якщо ми були більш рішительні, такі інші питання І з Кримом, з Донбасом ми вирішили б гораздо раніше Поэтому я постараюсь дати все-таки совет Надежда – це символ України Надежда – це як ярке сонце, яке грело души наших граждан Яке сжигало со своєї сторони І сьогодні многие бояться цього огня Все видели действительно мощь Надежды, коли она приземлилась в аеропорту Борисполь Я хотів би сказати одно Первое, я хотів би, щоб ця енергія пошла на весь парламент Щоб Надежда стала символом объєднення Она ставала символом і далі Щоб она змогла объєднити всіх, як здесь кажуть на ефірах І оппозиційний блок, і самопоміч, і даже березу с народним фронтом Щоб змогли приймати правильні закони Будь примером і быть защитником тех, хто знаходиться сьогодні в плену Я, в свою очередь, советував би всім остальним брати цей пример Примером бути сложно, коли це никому не нужде Одна коротка репліка Две репліки Одна коротка репліка Не забувайте, символ – це добре, але вона ще живий людина Тому не треба – це символи, 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 символи Дайте їй просто быть хорошим, профессиональним, качественним политиком У неї є задатки, у неї є способности Але не треба робити її символом, живим, чи ще якимось іншим Борислав, ваша репліка дуже гарно Остані інформація Остані інформація Дайте, чоловік, я хочу підтримати повністю господина Карасєва У неї є характер, у неї є своя точка зріння, у неї є свої взгляди Будете ломати, либо сломайте, либо получите отпор Дайте людину бути самим собою Все, не треба никаких советів Пусть она робить, що дозна, і буде, як буде Оставте її в покій Чого добавить парламенту Надежда Савченко? На цей вопрос ми просили в ці минуты отвечати наших телезрителів Которые і смотрят нас, і имеють можливість проголосувати на нашому сайті Подробності їй Давайте посмотрим, як вони считають Безпорядка 35-37% І верять в то, що вона принесет порядок Абсолютно, ну не абсолютно, але подавляюще більшінство Прислушайтесь і ви к цим результатам Олексій, у нас в країні дуже любят одну річ У нас, щоб человек... Знаєте, завжди надежда на хорошого царя Должен прийти президент, закінчити за 2 недели войну Должна прийти Надя, навести порядок Должен прийти депутат и навести порядок Да не буде этого Есть такое понятие консолидированное усилие Борислав, здесь другое ответ Между строк читається Вас не верят Почему вы об этом не думаете? Меняємо тему Скандальное происшествие, которое случилось вчера в Одесі Происшествие ему даже сложно назвать Вчера в Одесі Был обыск в облгосадминистрації Что это было? Незаурядное событие обсудим, как только я попрощаюсь с Ириной Спасибо, что пришли на нас, Ириной Всего доброго Приходите Незаурядное событие, согласитесь, для Украины В принципе Не нова эта ситуация, но и не так уж распространена Вы считаете заурядным, почему? А я объясню Смотрите, у меня что интересно Вот давайте так Обвинили о том, что там кто-то занимается обналом Да? Занимается, не спорю Ведь шкодуванием ПДВ Это фактически тот же обнал Ну, я добрый, что вы так поинформовали Ну, я могу объяснить Я понимаю, что вы разбираете это лучше, более практично Ну ладно Так вот Я хочу сказать, что Когда не спорят, спросите меня правильный ответ О других у нас в стране нет Просто интересно Мне интересно, в Киеве никто обналом не занимается В Харькове, в Днепропетровске Во Львове У меня только один вопрос В Полтаве Почему в Полтаве Почему так долго и только в Одессе У меня, наверное, ответ есть Я вам расскажу У нас все вопрос в правоохранительных и судебных органах А все очень просто Потому что у нас до сих пор Судьи, которые выносили решения по евромайдановцам Принимают и другие решения Потому что у нас Те, кто разгонял наш евромайдан На сегодняшний день Служат этой власти Потому что те люди Которые должны были быть люстрированы И осуждены На сегодняшний день Принимают решения И возвращаются Из Вены Мюнхена Нью-Йорка Тель-Авива Отовсюду Потому что Нет наказания Они возвращаются И знают Ничего не будет Именно поэтому На сегодняшний день У нас четкое правило Своим Все Врагам Закон Так и все Что вчера Вчерашний обыск В обл. администрации Это политика Или борьба с коррупцией Николай Здравствуйте Я хочу вас как человека Который знает все ходы и выходы В Одесской обл. администрации И сколько там этажей Как когда-то Да Я вы знаете Вот хотел немножко Именно об Одессе Вот вы сказали Там в разных городах По-разному Действительно Вот об Одессе Буквально на днях Исполняется год Как господин Саакашвили Возглавляет Одесскую областную Государственную администрацию Я прекрасно помню Какие были Такие очень Розовые ожидания От его прихода Какие были обещания Там инвестиции Дороги Там там Таможни и так далее Начиная вот с того центра Который очень там Странно строился И странно делся Он сегодня не работает Это центр административных услуг И заканчивая всем остальным Вот шутка Которая сейчас там В среде одесских пользователей Сети Что господин Саакашвили Доказал за год Своего пребывания На посту Главы областной Государственной администрации Что эта должность Практически не нужна Потому что с позицией Как бы выполнения Своих служебных обязанностей Он не делал практически ничего Он занимался партией Он занимался еще Рядом других вопросов Вот даже Тему города Который он так Буквально вчера Господин Саакашвили Принял распоряжение Потом там они меняли То он подписал То его заместитель В отношении Переименования улиц Он додумался Переименовать под Закон о декоммунизации Улицу Белинского Человека который умер На 1848 году И даже там Не то что Ленина Маркса никогда не видел При этом И это сделано По всей области До этого Руки у господина Саакашвили дошли При этом Когда он критикует Допустим Одесскую городскую власть То он ее критикует За какие-то вещи Которые такие абстрактные А то что происходит В городе Одессе Когда Одессу застраивают Просто в тупую Застраивают высотками И происходит вообще Абсолютный беспредел Господин Саакашвили Сидит В своей администрации И рассказывает В телевизор На разные каналы О том Как нужно с этим бороться Должность губернатора Я работал на разных Государственных должностях В том числе И на губернаторской должности Она предполагает Очень серьезные полномочия Которые ему даны Господин Саакашвили Их не исполняет И если То что мы видели Вчера У него были суперполномочия Он назначал У него были суперполномочия Кирилл добавляет Он их не использовал Он их не использовал Вот то что происходило Он назначал своего прокурора Ребята то что Вот спросите У любого другого губернатора Украинского На сегодняшний день Имеет ли он Хотя бы близко Такие полномочия Как Саакашвили И хотел бы он Нет Этого близко нет То что происходило Вчера в Одесской Областной государственной Администрации У любого министра Спроси Это вообще Явное проявление Того Это знаете Феерия всех рассказов Про борьбу с коррупцией В итоге Открывают сейф И вся страна видит Что там пачки долларов Ну как это назвать Игорь Игорь зачем был Знаете Я зараз не хочу Оценивать Деяльность Губернатора На своей посаде Оцените пожалуйста Насколько это Тревожный звонок Знаете Тут інше питание Поки у нас не будет Реформованої Генеральної прокуратури Поки у нас не будет Реформованої Судової системи Кожен Кожна така подія Кожен обшук И контраргументи Людини Під камеру Это будет Сприниматься в суспільстве Как політичные Розправы Мы должны Сробить реформу Генеральної прокуратури Мы должны Сробить реформу Судової системи Чтобы у суспільства В тому числе Когда приходит Генеральна прокуратура Пока мы не сделаем реформу Не будет Реформа Он не хочет Мне нагнетать И какать Но Знаю Рабоспособность Нашего парламента Долгие годы Будем еще видеть Такие видео Приходят До потенциального Злочинца И жодным чином Не думали Про те Что тут Какиеся Політичные Я считаю Есть контент Есть контекст Подавайте Контекст Потому что Контент тут Может быть разный Николай Скорик Расскажет Другие Расскажут Кто-то Скажет С плюсом Кто-то С минусом Оценивая Дети На Сакашвили Но что Важно Указать на тренд На тенденцию Последний Экспад У власти Областной власти Это последний Экспад Который был призван Вадим Обещайте зрителям Что такое Экспад Ну как Варяг Варяг Да Варяг Значит Экспатриот То есть Сакашвили Экспатриот Грузии В общем его Правильно Хорошо Спасибо за дополнение Теперь наши Зрители Зрители полностью Теперь знают Да Но лучше Варяг Так И теперь Получается Что его Вытесняют Либо он Должен уехать На родину Заниматься Политикой Либо как-то Должен Вот Стать спокойнее В своей Политической Губернаторской Дерминии То есть вы считаете Что это было Политическое Я считаю Что сейчас Мы переходим На кадровое Импортзамещение Потому что Импорт Вам не кажется Что мы Стоит Кадровый импорт Подождите Кадровый импорт Который был В правительстве Энсенюка Вот после На волне Майдана Не совсем Себя оправдывает Ну логика какая Раз мы импортируем Институты Представительства Парламенты Демократии Антикоррупционное Бюро И так далее То лучше С этим справятся И выписанные Из рубежа Специалисты А делаем ошибку И там и там Импортировать Институты Надо Те которые Себя зарекомендовали На запад Но со спецификой Нужно понимать Как их применить Почему у нас Не получается Вот не получается Я два года слышу Треба реформы Прокуратура Откуда будет реформа Прокуратура Откуда будет реформа Ну тогда Все будет А когда оно будет Значит Надо чтобы в реформировании Реформирование Я там слышу уже 25 Правильно Реформирование должно быть умным Смарт реформирование Так это первое А вторая ошибка была в том Что думали Выпишем институты И под эти институты Еще выпишем иностранцев Которые хорошо знают Институты Эти Значит Вывод какой Не нужно надеяться на чудо Значит первое чудо Это хороший царь Хороший президент Он должен сразу нам все сделать Принести А мы должны этим пользоваться Как потребители А вторая иллюзия была Что вот придут иностранцы Тоже нам все сделают А мы как потребители Это блюдо скушаем Так и не поперхнемся Поперхнулись Значит вывод какой Нужно действительно Привлекать Советы и так далее В каждом конкретном случае Разбираться Но Я понял Все таки Тренд на импорт замещение Нужен не только в экономике Не только в производстве Но наверное и в политических институтах Господа политики Вас попрошу подождать Ровно несколько минут Я хочу услышать мнение всех экспертов Потому что мы их очень редко Подключаем все таки К нашей беседе Кирилл Куликов Я хотел бы спросить Ну вот происходит Вы не увидели в произошедшем Вчера Признаки того Что близко отстав Я видел происхождение Процесс следственных действий Присутствует Прокурор процессуальный Присутствует Служба безопасности Тут появляется Какой-то дядя С камерами И мешает проведению Следственных действий Кто ты такой? Ну вот у меня вопрос Плохо это хорошо Но мы же правовое государство СБУ нам прислали Это не ФСБ Это наше Нет За декларирование Уже в конституции У нас так записано Выборочное правосудие Читали Это записано у нас Теперь У нас принимается Решение суда Приходит группа людей Которые освобождают Заключенных То есть И самое главное Вот я хотел сказать Надежду Савченко Освободила общественное мнение Украина Люди Мы показывали каждый день Что мы боремся за нее Весь мир это видел С другой стороны Весь мир видит Вот этот бардак Происходящий Президент в субботу говорит Европа увидела Картинки новой Украины Правильно Потому что в субботу Напечатали Как Азов Ходил к парламенту И все горело Вот Европа увидела Картинки новой Украины Вся пресса международная увидела Новая Украина Это страна В которой есть порядок В которой есть закон Это прежде всего Все таки Ближе к вопросу Ближе к вопросу Я не вижу никаких Политических преследований В данном направлении Это делается Медийная кампания Но мы же видим Что грузинская команда Грузинская команда На сегодняшний день Занимается уже политикой Их пригласили Исключительно Как менеджеров Они приехали в страну Заняли Извините пожалуйста Вашу комнату Еще стали заниматься Своей политикой А обыск здесь Понятно Александр Мы обсуждаем обыск Но мне интересно Что ты присутствующий Ты читал уголовное дело Смотрел материалы Или будет только Политические лозунги Георгий Я дам вам слово Я согласен с Вадимом У нас на смену Грузинским администраторам Пришли поиски Словацкие советники Как известно Потому что на самом деле Гораздо менее болезненно И вообще на самом деле Более продуктивно Наверное Но Михаил Николозович Это конечно отдельная История Вне зависимости От такого контекста Варягов Потому что Не надо забывать Я думаю Что это первый В истории человек Который одновременно Готовится к Дум парламентской Компании В разных странах Со своими партиями Потому что Он готовится К парламентской Компании в Грузии Которая будет В октябре Этого года Со своей партией О чем он говорит Всем в том числе Грузинскому Медиа И он готовится Судя по словам Сакури Лизы Готовится к парламентской К следующей компании Которая будет То ли в этом То ли в следующем году С украинской партией Я считаю Что это мировой рекорд Потому что Я честно не слышал Может кто-то знает Как один человек Может проводить Две парламентские Компании В разных странах А с надеждой Видимо обе выиграть Возникает вопрос Что будет Если он обе выиграет Да То есть Да Ну там же Остряки уже говорят В таком случае Остряки говорят Про объединение Двух стран Давайте поясним Что осенью Парламентские выборы В Грузии Я сказал Да Там есть шансы В Грузии И у партии Саакашвили Есть Шансы есть Есть определенные шансы Сергей Хоровой Пение Прекращает Есть определенные шансы Ну скажем так Получить какое-то Там определенное Большинство парламент Вот Тогда конечно Все в Грузии Перевернется Тогда может туда уехать Тогда Ну вот Насколько я знаю Очень многие На это надеются И В Украине Или в Грузии В Украине В Украине В Грузии Кстати тоже Некоторые надеются То есть Тут есть определенные Чаи Не украинские Как избиратели И грузинские Они сходятся Ну некоторые расходятся Поэтому Но там Действительно Есть И вот И украинская часть Поэтому мне кажется Все что происходило сегодня Это просто Михаилу Николаевичу говорят Определитесь Пожалуйста Вы в какой стране Будете избираться В этой Или в той Или вы объединять И будете Страны потом То есть Вот это вот Пожалуйста Определитесь Причем Определитесь Именно в ту сторону То есть Лучше домой Слово следующему эксперту Я хочу спросить У Владимира Хандоги А вы как эксперт По международным отношениям По внешнеполитической деятельности Как вы думаете Количество Этих варягов Которые Может быть И подумывали бы Приехать в Украину Сделать для нее Что-то хорошее На волонтерских Даже возможно Засадах Не уменьшится ли После подобных историй Я думаю Что уменьшится И на правду Нам Может быть И не потребно Столько много варягов Треба все-таки Шукати Квалифікованных кадров Тут в Украине Але Говорячи про эту ситуацию Я вот сидів И думал Вот Уявите собі На хвилинку Ну Штат Каліфорнія Проводится Общук прокуратурой В якомусь офісі Який належить До губернаторської Тут приходит Шварценеггер И начинает Розъяснювати Тим людям Яких прийшли З общуком Что цього Робити не треба Такого в принципі Ми не можемо Я думаю Такого в принципі Не може існувати Ніде в світі На жаль Воно існує Тільки у нас Якщо вже прийшли Органи прокуратури Якщо у губернатора У цей истории Или все спустят На тормозах Як обычно У нас любят Ну давайте говорить Что обыск проводился У неформального казначея Сайкашвили Который ведет Все его денежные дела Не только по Консульству Но и по фонду Блага Одессы По которому Очень много вопросов И так далее Что касается Самого Сайкашвили Его приглашали В качестве Менеджера Который будет делать Работу Работы нет Одесса занимает 18 место В рейтинге Это при том Что куча денег Там проходит 18 место В рейтинге Регионов При этом Большинство губернаторов Которые сейчас Тянут области Прифронтовую Такую же область Харьковскую Днепропетровскую И так далее Мы вообще не слышим Многие даже не знают Их имен А трескотни Вокруг Сайкашвили Очень много Понятно Что Сайкашвили Приехал сюда Не губернаторством Заниматься А делал свою Политическую карьеру Это все хорошо Отлично А почему началось А очень просто Пока он критиковал И сносил Яценюка Ему все прощалось И смотрелось Сквозу То что Сакварелит Заездит в Италию Куртку покупает По 5000 долларов У него появляются Джипы И все остальное И все остальное Тоже прощалось А как только Закончилось дело Снесен Яценюк Фактически Посажен другой Премьер-мест Не забывайте Что это все Началось Особенно после интервью Которое дал Сайкашвили в Гардин И где он просто Помоями облил Извините меня Гройсман А тут уже по-другому нельзя Потом он 10 раз говорил Что журналист Он не так понял Журналист сказал Все правильно Я понял И все У меня записано Ну это некрасиво вообще Как бы себя так вести Тем более Что тебя приглашали Если ты был успешным руководителем Так покажи Какой ты успешный руководитель Карт-бланш был дан Это четко Я по своим источникам Знал Как только Вот ну покажи Пожалуйста Покажи Что нужно делать Спасибо Старая Старая Украинская история Все начинают Заниматься политикой Никто не хочет Заниматься делами И идет в парламент И говорит Как он будет Менять страну Ну старое Это мы уже проходили Извините пожалуйста Дадим отдохнуть Моей помощнице Лане Которая уже наверное Устала держать микрофон Возле нас Алексей Сегодня в Киеве Произошло интересное событие Сегодня официально Открылся Аспен Аспен университет Украина Я хочу сказать Объясните зрителям В чем ценность этого события Я хочу объяснить Как минимум Как минимум Два десятка Занминистров Которые сейчас были В правительстве И сейчас присутствуют Это выпускники Украинской школы Которая называется Политика бизнес школа Аспен институт Вы уверены Что эта школа Гордится этими выпускниками Я могу сказать более чем Макс Нефедов Который запустил Прозоро Это один из таких людей Занминистра Рисутская Которая фактически Помогла в Израиле Которая помогла Продавать Украинское пшено В Израиле И заявление Официально Израильтян О том Что 60% Израильской мацы Сделано Из украинской пшеницы Это кстати Нам честь и хвала Я вам хочу сказать Ну хоть не последний Я хочу сказать Выпускники Аспен Я хочу сказать Что выпускники Аспена института Прекрасно замечают Прекрасно Выполняют свои обязанности Это украинцы Которые находятся На лучших местах Это еще раз говорю Это люди Рожденные в Украине И они Вот это конечно беда Нам совет возглавила Госпожа Ереська Ну это отдельная песня Но зато Еще раз говорю Меня интересуют выпускники И выпускники показывают Своей работой Что они могут исполнять Это потенциально Не просто Будущие министры Один из выпускников Аспена Это Иван Аклим Паштанзадзе Он на сегодняшний день Вице-премьер По Евроинтеграции Я хочу сказать Я просто хотел бы сказать Бо в той час Коли началась вся эта история С так званими варягами Я тоді не стояв в черзі Чтобы их привитать И сказать Как это классно И власне Свобода Завжди до цієї идеи Ставилася довольно скептично Потому что все-таки Это Ну как бы И с Конституцией Не дуже поединится Бо у нас все-таки Немає подвийного громадянства И взагалі Нам треба все-таки Робити опору На власних людей Але ж Тут дивіться Ситуація яка Що дійсно Чому обшук Цей відбувався Саме в Одессе Чому він не відбувався В іншому місті Чому він не відбувався Там, де Ну Є дуже багато Скажем так Объєктів Де він мог би відбутися Чому він відбувається Саме там Де тиждень тому Виходить стаття З критикою уряду Це викликає І це дійсно Пахне погано Особливо враховуючи Що справа ця Стосується Там 11-12 року Коли там Ця людина Була генконсулом Стою відмітити, що Саакашвілі Нажив собі за последній год Прогув Хочем много Я говорю об'єктивно Тому що я ніколи не був Фанатом варягів І не казав Що це врятує Україну Тому я говорю об'єктивно Ця ситуація Виглядає абсолютно штучно Тому що історія 11-го року Генконсул Грузії В Одесі Речі, які не пов'язані Ніяк там З нинішньої обласної адміністрації І так далі Тому якщо вже дійсно Там хтось говорить Про корупцію В обласній адміністрації Треба було знаходити корупцію Там за останній рік Коли там Саакашвілі А не шукати Історії генконсулства Грузії П'ятирічної давності Тому в цій ситуації Звичайно треба Говорити про те Що очевидна є Політична вибірковість І загалом Треба розуміти Що дійсно Я згоден з тому Що закінчується епоха Варягів В якому плані Що їх використали Певною мірою Як вітрину Що дивіться Раз у нас є такі люди Значить у нас все добре Реформи йдуть Ви Значить там Все прекрасно І такий гіпноз Що от все дивіться Дивіться все добре Зараз вже якби Ну переконати когось Що в Україні йдуть реформи І щось добре Уже неможливо Все стає явним І тому ці люди Особливо якщо вони мають Все таки якусь позицію І не згодні там виконувати Церемоніальні функції А хочуть на щось вплинути Вони вже остаточно Стоять непотрібними І їх позбувається Тому що насправді Ніхто ж тут навіть не спробував запрещу Що ця вся історія з обшуком Вона пов'язана з політичним розкладом Андрій, удивительно, що ніхто із вас не понял Вигоди собственої От приглашених варягів Ви же год їх Ну не ви конкретно Но українські політики Міністры, депутаты Ви всіх так хорошо использовали В качестве мальчиков для битья Вот вони выходят і говорят Непопулярні вещи Нам нужно повысить пенсіонний фонд На них обрушивається шквал критики І таких примерів 15 Учтите, тепер у вас Таких мальчиков для битья Можете не стати Георгий обещав слово Да, давайте Вот мне напоминає наша дискуссія Не читал, но осуждаю То есть мы как-то Из процедуры обыску Конкретного лица Перешли в глобально-политические вопросы Вводить войска в Ірак Не вводить Хорошо, неплохо у нас Иностранцы, друзья Во-первых, Михаил Саакашвили Часто говорил о том, что Перед законом все равны Соответственно, если были Какие-то процессуальные действия То я думаю, что все стороны Наоборот должны прийти открыто И сказать, извините Мы пришли потому, что Показать обществу Все бумаги и документы Точно так же должны действовать И другие То есть, безусловно Я не считаю в этом действие Что-то особенное Открыто Есть ли претензии По фонду Вот для чего процедура Можно я доковарю? Я хорошо знаю, как адвокат Вы же адвокат Теперь я что хочу Как обществу? Покажите мне этих людей Общество Сколько это миллионов Еще раз Я вам покажу Это общество Есть процедура Вот это есть открытость Я как раз договорю Теперь, в чем у меня возникает сомнение Дело в том, что Второй пункт Касался действительно Как-то странного периода Пять лет тому назад Когда Тимурас Нишадзе Был консулом И имел дипломатический иммунитет В посольстве То есть, по сути Сегодня как-то странно Проведение каких-то Следственных действий По этому факту Но проблема заключается в другом Вот скажите Кучма считал, что он вечен Что он всех разрушит Что самый сильный Его убили Дальше был Ющенко Та же история Потом появляется Янукович Тоже думал, что все сделал Друзья Пока мы Не вырастим Возможность Думать Читать И говорить правду А не говорить лозунг И политическим киллером До тех пор Любое законное Или незаконное действие Мы будем здесь облагать Непонятно кем Непонятно чем И я знаю Сколько этих замминистров Которые много лет Сделали Сколько от вас всех От них вытерпели Всем, кому обещал Очень коротко Буквально ремат Ну мне кажется Что я понимаю Что говорит Народный фронт Потому что Ключевую роль Разом с Батьковщиной И окремными депутатами Таких как Каплин Самый сыграл Михаил Саакашвили Узнятей Яценюка Но он Став сегодня Незручным На господарской Посаде Он должен заниматься Господарством Я с вами Засема погоджусь Но он стал политиком Он начал Говорить Те речи Эпоха привлеченных Варягов Украинской политики Закончена? Закончается? Ну Коллега Эксперт же сказав Что у нас Грузинские Зменилися На Тепер Польских На Словачских Я не впевнений В том Что мы Не будем Залучать Но это Больше Питание До влады Но дайте Я закинчу Он стал Незручным Он начал Говорить Те речи Яки Сьогодні В принципе Идуть Проти Влады Корупция Корупция Те Что делается На митнице Проти Тех Финансовых Групп Финансовых Группа Яки Підтримую Сьогодні Владу Ви ж Не забывайте Він сьогодні Сьогодні З критикой Максимально Обрушився На одну Финансову Группу Яка Дае Сьогодні Голоси Для того Чтобы Блок Петра Порошенка Разом З Народним Фронтом Проходив Закони Ця Группа Сьогодні Контролю Митницю И Мені Здається Что Саме Это Якщо Казати Так Знаете Потрібно Змінювати І владіце Не подобається Всем Кому обіця Слово Давайте так Всем Кому обіця Слово Ви все Можете Поблагодарить Вадима Он взял Ваше Время Я просил Кратко Спасибо Что Ответили На наш Мини Опрос Наши Телезрители На сайте Подробностю Обыск Одесской Ага Для них Они в нему Видели Политику Или криминал Криминал Все таки Уверен Около 70% Те кто нас смотрит И может голосовать На нашем сайте Подробностю UA Мы продолжаем Наш разговор Говорим сейчас О том Что вы сделали Что вы не сделали О том Что вам предстоит Сделать Эту сессию Вашу парламентскую Назвать Плодовытой Переведите мне Пожалуйста Плодотворной Спасибо Ну очень сложно Вряд ли у кого-то Повернется ездить Осталось Да и не нужно Действительно Осталось у вас Работать Всего ничего Полтора месяца Это сколько Пленарных Недель Четыре пленарные Четыре пленарные Недели Это не считающего Чемпионата По футболу Вот 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 Что вы успеете За это время сделать Если конечно Хотите что-то сделать Или просто будете Доживать до каникул Давайте вот это Сейчас обсудим С вами Обсуждать все таки Я предлагаю Прислушайтесь Прислушайтесь ко мне Пожалуйста Давайте Отойдем От формата Разговора Взагали Про Взагаля То что вы Все прекрасно Любите Обсуждать я Предлагаю Конкретно Четко По пунктам По законопроектам С датами И конкретными Фамилиями Людей Которые за это Потом могут Или должны Нести ответственность Первый такой пример Сегодня президент На совете По судебной реформе Призвал депутатов Проголосовать За соответствующее решение Уже в июне За судебную реформу Сказал что Он верит в то что Это случится Уже в июне Президента Радужные надежды На вашу работу Или это реально Это вера А вера это Религиозный вопрос Вы просили конкретики Я хотел бы сказать Про конкретики Чем конкретно Мы как члены Комитета С вопросом Национальной безопасности И обороны Будем заниматься Безумовно Мы поддерживаем Я прошу прощения Вас не смущает Что я задаю вопрос О судебной реформе Готовы вы за нее проголосовать А здесь нужно набрать Не 226 голосов А 300 А вы мне хотите рассказать О своих планах Вашего комитета Это прекрасно Вы сказали конкретно Чем буду заниматься С конкретными законопроектами Кроме взятия депутата Мы поддерживаем Знятя судебской Абважения судебской Недоторканности Это важная теза Щодо необходимости Очищения судебской Гилки влади Безумовно Там еще закон Про судочинство И справедливый суд Вводит окремные Инши положения Щодо деполитизации системы Но я хотел бы сказать Геть про инше Комитет С вопросом Национальной безопасности И обороны Будет наполягать На следующем Тижне Чтобы было Забеспечено Належное Финансирование Украинской армии Вы знаете Вы присвятили Первую часть программы Військовым вопросом Потому что Військовое полонение Все злочинцы Которые сегодня На Донбассе Знаходятся Надяя Савченко Это результат того Что Украина Тривалий период Я хочу извиниться Перед нашими зрителями Дело в том Что по производственным причинам Мне нужно взять Несколько минут Для того чтобы объяснить Присутствующим здесь Что нужно отвечать На мои вопросы Дождитесь пожалуйста Продолжаем выяснять Что пытаются скрыть От вас чиновники и политики Вы смотрите Черное зеркало Спасибо что дождались Давайте продолжим Дорогие народные депутаты И эксперты В том числе Выяснять Чем же займется парламент В ближайшие полтора месяца Напоминаю Именно столько До конца этой сессии Будете наконец-то Работать плодотворно Во что если честно Слабо верится Или так тихо Тихим катом Как-то будете доживать Просто до каникул Тем более Скоро чемпионат Европы По футболу В Париже Многих мы из вас Здесь не дождемся Я уже с ужасом жду Кого же мы будем Сюда приглашать Во время знаковых игр Не дай бог Они совпадут с нами Возможно придется В Париже делать Выездную студию Или в Марселе И оттуда вещать Я в принципе не против Но руководство Как-то сопротивляется Итак Та тема От которой меня пытался Увести Иван Винник До того как покинул Нашу студию Все таки Президент Призывает вас Проголосовать Реформу Судебной системы В Украине Планируется Что это будет в июне Хватит ли голосов Необходимость Эта реформа Уже перезрела Борислав В перерыве Как раз Часть депутатов Обсуждала Украл Яценюк Миллиард Или 2 миллиарда А остальные депутаты Обсуждали Будут они голосовать Или не будут За судебную реформу Я могу сказать Что присутствующие здесь Голоса разделились Тарас не дадут соврать Одни говорили Что будут Потому что Это упрощает Действительно Для многих понимание Другие говорят Что нет Потому что Судеби приходят Под контроль Президента Поэтому Голосовать будут А хватит ли голосов Или нет Мы увидим Уже на следующей неделе Игорь Алексеевич Дякую за запитание Насправді Я серед всіх присутніх Єдиних Я так бачу Був присутній На цій нараді По судовій реформі І Можу відзначити Что Голосование И наша мета 300 плюс За зміни За Конституцію Это Дуже амбітное завдание И тут Буде Насправді Показовую Как Всі політичні сили Які зараз В тому числі И в опозиції До нинішньої коаліції Як вони будуть Брати на себе Виконання Своих Політичних Зобов'язань Тому що Кожна політична сила В цей парламент Прийшла Під гаслом Проведення Судової реформи І Це буде показником А тепер По змісту Кілька слів Конституційні зміни Це Лише частина І якщо ви мене запитаєте Чи Конституційні зміни Вирішують Проблему Судової реформи Ні Вони не вирішують Вони лише дають Частково Декілька кроків Принципово важливо Це Одночасне голосування Імплементаційного закону Про судустрій І статус судів Де насправді І криються основні відповіді На те Якою буде судова система Чи вона буде законсервованою Під одного політичного діяча Чи вона буде Прозорою Відкритою З прозорими конкурсами На судові посади З Гідним контролем За судівськими рішеннями І в тому числі Ваша оцінка Яка ситуація Зараз вырисовується На даний час І той законопроект Який був презентований Він Можна говорити Про те Що він вирішує Проблеми Які є В судовій системі І він Створює Реальні Механізми Для того Щоб відновити Довіру громадян До судової системи Яка на жаль Зараз 3-4 відсоти Ніколай Опозиційний блок Шоу под знаменами Верховної Ради Судебної Реформи Напомніте Я можу чітко сказати Про те Що в даному форматі Опозиційний блок Не буде голосувати Якщо вони будуть Там ті 300 голосів Наших голосів Там не буде Тому що ми вважаємо Я розумію Досить обмежений формат Останньої години Передачі Але президент на себе Перебирає повноваження Які йому не властиві Він хоче для себе Два роки Коли фактично Президент одноосібно Буде керувати Судовою системою До того ж Всі експерти Які аналізували Ці зміни до Конституції І міжнародні експерти І вітчизняні експерти Говорять про те Що те Що збираються зробити Судами Це не відповідає Європейській практиці Тому реалізовано В Україні Бути не може Тому однозначно Опозиційний блок В такому форматі Реформу підтримувати не буде Три речі Три речі Які має Три речі Які має Место судова реформа Перше Це оновлення Кадрового складу Друге Це щоб не було Політично залежних судів І третє Це відповідальне Щодо оновлення Кадрового складу Ми вже прийняли закон Там про справедливий суд Ми рік живемо Живемо в новій системі До вас в новій суді Президент мав використати Цей закон і право Щоб оновити Це не зроблено Ми пропонуємо Що якщо суддя Не може довести Ну своє майно Звідки він взяв Походження і так далі Він має бути звільнений Це одна із функцій Яка має бути Такий закон є проголосований Щоб у передньої ради Так я так говорю Це одна із функцій Яка має оновити склад Друге Політична залежність Правильно сказав колега Президент буде визначати Чи буде суддя працювати В Печерському суді Чи буде працювати там В якомусь міськрайонному суді Якоїсь там Волинської області Президент Тобто посилення вертикалі президента І далі Відповідальність Ми маємо зробити Систему оцінювання Я не знаю Там громадська рада Систему оцінювання Цих суддів Щоб суддя знав Що його оцінюють І потім Вища рада юстиції Чиновий орган Який буде створений Прийме рішення про звільнення Ми не бачимо сьогодні Там Цих викликів Які стоять перед країнами Вадим Я правильно розумію Що Батьківщина Своїх голосів не дасть Скажу відверто Поки що Скажите кратко Питання розглядається так Що голосів не буде Але Це не ще не рішення фракції Торгуюсь Свобода Дивіться Реформа Це не все Що називається реформа Є реформою Питання суддівської недоторканості Цим не вирішується Навпаки Воно ще більше консервується Тому що Фактично питання Зняття суддівської недоторканості Від Верховної Ради Переноситься до Вищої Ради правосуддя Це по-новому Так має називатися Вища Рада юстиції Згідно проєкту змін І відповідно Самі судді Мають знімати з себе Недоторканість Я абсолютно в це не вірю І це просто законсервує Остаточну всю систему По-друге Головне питання Звичайно Треба змінювати правила Це зрозуміло Але все-таки Головне питання Це оновлення суддівського корпусу Цими проєктами змін Це не вирішується А це ключове питання І власне це не реформа І насправді Коли ми говоримо про Скажіть зразу А в цьому пакеті реформ Прописано Увеличення зарплаты суддям? Ніхто не помнит На вскидку В проєкті змін до Конституції Не визначається Це не Конституція Визначається У нас немає такого У нас судді получають Набагато більше зарплати Тому що це, до речі Між іншим, у суддів Якраз зарплата Доволі велика І пенсія І так далі Тому тут якраз Загласите, що вони не получають Наприклад, мільйон Як глава Ну послушайте Так, і це дуже дивна ситуація Але з іншого боку Коли суддя отримує Наприклад Зарплату на рівні Там 17-20 тисяч гривень Особливо там Не в столиці І не в великих містах Тобто повірте Це велика І дуже велика зарплата Тому питання найголовніше Це навіть при тому Ще є зарплата Вища суттєво Ніж там в інших В тому числі чиновників І так далі Але корупція там Чи не найбільша Тому питання Оновлення суддівського корпуса Це питання номер один Яке мало би займатися реформа А цього немає Олексій Хочу абсолютно погодити Зі своїми колегами І зазначити, що дійсно Проведення судової реформи І оновлення суддівського корпусу Це питання номер один І от давайте зараз Повернемся до телебачення Кожен день Кожен випуск новин Починається з того Що знову якийсь гучний Корупційний скандал Знову арешти І потім суди І суди просто випускають Тих людей По яких йдуть слідства Місяцями, роками Питання в тому Що у нас сьогодні суди Вони не керуються Ні законом Ні справедливістю А інколи керуються просто Рішеннями Або визначеннями Окремо попередньої влади Яка десь дистанційно Десь дистанційно ухвалює рішення І от сьогодні Всі ті люди Які говорять про те Що дійсно треба Проводити судову реформу Дійсно треба Воновлювати суддівський корпус І ті, хто не будуть Підтримувати ці зміни Вони фактично Консервують ту систему судову Яка сьогодні діє І працює Працює, як ми бачимо Досить неефективно І от наше завдання Щоб дійсно Можна було виконати В тому числі Вимоги Майдану І той закон Про справедливий суд Я не пам'ятаю точну назву Який було ухвалено Щоб попереднім скликанням парламенту Який передбачав Співвідношення додатків І доходів суддів Та членів їх сімей Його не можна виконати Без тих змін до Конституції Тому у мене питання До кожного парламентарет Чи готові ви взяти на себе Відповідальність Не голосуючи за зміни до Конституції В контексті судочинства За те, що ми залишимо Фактично ту судову систему Такою, як вона є Все просто Ну кое-какі відповіди Ми вже на цей вопрос услышали Да, експерти Пожалуйста Давайте не забувайте Ціли реформы Не просто Вона должна Оновлення Зарплати Главна задача Сделати суддівну власть Независимою Потому що Що решає Независима суддівна власть? Независима Решає такий вопрос Доступ Независима от закона Независима від власи Она решає вопрос Доступа Простого Человека К справедливості Не буде Суда Как независимой ветви власи Не буде У человека Доступа К справедливості Це перше Во-вторых О чому зараз решається вопрос А хто більше буде влиять Парламент Или президент Вот решається вопрос Це ж то же самое Зависима суддівна власть Це два Третий вопрос Посмотрите На страны Там, де действительно Независима суддівна власть Где? Где эти страны? Первое Это когда суддівна власть Растет от общества А не от власти Не важно, какой она Советская То есть парламентская Либо президентская И второй момент Нигде нет Независимого суда Вы предлагаете у нас Вести систему выборных суддей? Если нет политического плюрализма Если нет политической конкуренції Не будет политической конкуренції Не будет плюрализма Не будет парламент независимой Тоже ветви власти Не будет разделения властей И не будет никогда Независимой суддейбной власти Тарас Потрібно Потрібно розуміти Щоб всі розуміли Реформа потрібна В будь-якому разі Потрібна Тому що незалежний суд Це наріжним каменем Державності Це наріжний камень Інвестиційної привабливості Це наріжний камень Стабільних прав власності в країні Економіка не зростає Поки немає стабільних прав власності Незалежний суд Це може забезпечити Але я на жаль Я теж подивився цю реформу У мене склалося тільки одне враження Це просто концентрація Корупційних потоків В одному місці Вибачте, будь ласка Я не бачу Я не бачу Як це комплексно вирішується питання Як у нас Знов таки Я не вважаю, що зарплата 20 тисяч гривень для судді Це нормально Вибачте, будь ласка Вона вище потрібна бути Але з іншого боку На рівні райцентру 2-3 тисячі доларів Вибачте, будь ласка А з іншого боку Покарання З іншого боку Покарання Доці працювати не буде Тому що в наших умовах Навіть скільки б чудовники надали Якщо не буде покарання Нічого відбуватися не буде І вимог Для прикладу У нас створено красиво набу Там зарплати гарні Справ немає Генеральна прокуратура Не розслідує справи Тому що слідчі говорять У нас маленькі зарплати Нехай вони розслідують А ці нічого не роблять Тому що І вони не вміють І не хочуть У них гарні зарплати В рамках цієї теми Немного розширимо А як ви відноситесь К законопроекту Который, возможно, скоро Предложит Надежда Савченко Ми говорили об этом Во включенні С Ильєю Новикова О, це не об'єднение Суда притяжи Я не об'єднение Не от власти суды йдуть А от об'єднение Кто готов поддержать Эту ініціативу Андрей, ви готовы? Абсолютно Це давним-давно треба було робити І виборній судьі в перших інстанціях І виборній судь в перших інстанціях І виборній судь в перших інстанціях Андрей, я вам напомню Давним-давно Це вже питали Сделати не так давно Портнофі Хотіли зробити В своє время Якщо помните Остановилися так, коли подсчитали Деньги, які це буде стоить У вас ошибка в вопросі Ви говорите Ви говорите о суде присяжних Он не може бути во всіх вопросах Он исключительно в уголовних процесах Соответственно Хозяйственні процесы Административні Ви понимаєте, що у нас відбувається ситуація Суд присяжних Це не панацея Це тільки Ісключительне решення В нём фрагменті Я не настаиваю Хоча б в уголовних делах Хоча б в уголовних делах Але Ми тоді должны ще говорити про одну вещь У нас є высший суд Который тож давно пора обновити І у нас якраз Це реформа Це реформа Якраз його говорить О том, що обновлення Просто колега, який на самом деле Более глубоко в темі Можуть озвучити Хадровий конкурс Дві тези Теза перша Всім критиканам, які критикують цю реформу Позиція перша Всі судді, які призначались п'ятирічка А це всі виключно за часів Януковича За цим проектом будуть звільнені І не перепризначаються Це позиція друга Наконець самки дошли на третьому году Після революції Але треба це вирішувати Тепер позиція друга Верховний суд Мои колеги критикують Не можемо забезпечити прозорий конкурс Скажіть, будь ласка, який можна ще забезпечити прозоріший конкурс, ніж відкритий конкурс за участю громадської ради доброчесності, де будуть громадські активісти на всі суддівські посади Верховний суд? Якщо у вас є більш дієвіший, більш прозоріший механізм, запропонуйте його А який конкурс за активістию? Утяг будуть активістию? Який конкурс? З бувшим суддям, конечно же Кирилл Куликов, ваша муна Мы подменили понятие Независимості суда Независимості суда Независимості по закону Це головне Це головне Це як Ми подменили понятие в поліції Нам сказали, що главна функція поліції у нас – оказання сервісів Вот вони зараз нам сервіси і оказывають Два кофі, пожалуйста А должна основна функція поліції – це борьба з преступністю Так вот, основна функція судов – це верховенство права установлений в цій страні Буде вони независимості, будуть вони независимості – неважно Главное – достатньо Независимості в цьому не зачастую Це не еканіз Смотрите, на самом деле, друзі, я буквально коротку реплику Первое – принцип суда – це справедливость І щоб люди должны були видіти, що суд справедливий Це основна тезис права Тому ми хочемо, щоб суди, те реформы, які пройшли, люди їм доверяли Щоб вони захищали права цих людей Якщо береза хоче ходити сережко і гнати на ютсуніка, пускай ходить сережко в парламенті Ми на нього не обіжається, пускай ходить Якщо він обвиняє в тому, що він рейдернул винний завод, то він має право на захисту Якщо він може захиститися, він захищається Якщо немає, тоді, тоді, все обвинення правдиві Але независимий суд превыше всього Сергій, давно слово вважаєте Ваші рейдернує в тому, що він рейдернує І, навіть, це настроєння, їх очищення і ожидання, вони сохраняються в підсознанні І я себе задаю вопрос Просто сижу, смотрю, і жаль, що прямой ефір, я б употребив би це слово, Которе, навіть, зараз употребляють мільйони граждан, які смотрять на нас Какою мишиною вознєю ми занимаємось? Разве не очевидно, що Лишь одна судебна система безсинхронної реформи Реформа судебна системи Безсинхронної реформи, але качественні реформи прокуратури Избирательного закона Уменьшення количества депутатів Уменьшення количества членів правительства Ограничення чи расширення, давайте дискутируємо, полномочий президента Рішення других, дуже важних, комплексних программ Абсолютно нічого не решить в этой страні Действительно, це борьба президента з парламентом І перетягивання, очередне перетягивання каната, хто буде Принимати ключеві рішення по составу суддів І хто буде определять в будущем качество судебной системи Безусловно, це теж политика Я убежден, що для реформи судебной системи Необходимо змінити тех, прежде всего, хто суддів назначає Из три игрока Парламент, президент і український народ І я уверен, що суддів Я вам хочу подбросити другу тему для затратки Ви просто повторяєте то, що вже тут прозвучало Суддів должен избирати народ Сергій, ви на цій неділи выступили категорически против Другої реформи Пенитенціарной служби України Давайте її очень кратко обсудимо Це, в принципі, то, що у вас в повістці дня на це лето Що вас не так не устроило? Так це не реформа На самом деле це не реформа, абсолютно прав колега На самом деле це попытка так же, як ликвидували Держфин інспекцію Для того, щоб не пустить туда Гордиенко, який обвиняв Лиценюка в хищениях на сумму 7 млрд гривень Фактически подменили одним органом другой Тут происходит приватизация министром Петренко Приватизация, по сути, этой служби Всем, щоб потім розграбити її, забрати землю, которая в излишки в цій службі, под контролем цій служби Для того, щоб уволити десятки тысяч людей, які будуть на вулиці І це не те, хто займалися корупцією в тюрмах Сиділи в тюрмах і брали гроші за те, що передавали телефон якому-то осужденному А це ті люди, які працювали в структурі Ми, кстати, знаходимося в п'ятірці країн, які по количеству, по нагрузці, кількість осужденних на 100 тисяч населения І ми сьогодні уніштожаємо цю систему Для чого це робиться? Ісключительно із корупційних побуждений І ми на съезде профсоюзу роботників цієї служби приняли решення бороться І я обіцяю Петренкою здесь, що ми поставимо там наші палатки, возле його дому і возле його міністерства Будем добиватися, щоб вони прислушалися з профсоюзом, вони нарушили всі норми законів, не обсудив ні з профсоюзами, ні з громадською Ті зміння, які були прийняті на Кабміні І ми доб'ємся і захистимо тих обычних, простих людей, які мають право на роботу І ми накажемо міністра, який хоче залізь очередний раз в карман простому Україні Я, колеги, хочу нагадати, що відбулося з реформою пенітаціарної служби Скасували службу, віддали на департамент Два роки тому перший уряд Яценюка скасував Держкомзем, зробив Держгеокадатр Щось змінилося в нашій системі існування Чиста приватизація государственних структур Тому це не реформа І я погоджуюся з колегою, те, що сьогодні робить пан Петренко Це просто приватизація певної служби Віддача повноважень на департамент, тобто на менше Потім будуть робитися положення і все інше Так реформа людина має відчувати цю реформу Я безусловно, смотрите, мені це напоминає анекдот Ви знаєте, Рабінович, який жив напротив тюрми, теж він живе напротив своєго дому Послушайте, давайте говорити, що таке реформа Ви ж ніхто ж не назвав Річ йде о тому, що вот це здання Которе, наверное, ніхто і там не був внутрі, не був, скільки там грибка Що зайти туди навіть невозможно Таких условий здание СИЗО-13, наприклад, виходить під снос Інвестор замість строє по технології нові западні тюрми Де люди живуть, як люди Даже, якщо вони зробили право на якесь неправильне нарушення Де мені не відмовляються в складах Тепер їм потрібно куда-то розглянути І вони будуть покупати тюрми Нельзя винить даже тех людей, які сидять сьогодні в тюрмі Для цього, ще раз визначу Реформа тюремной системи взята вместе с европейскими экспертами Вместе с американцами Расписались, ще раз, і предложили зробити систему Дякую за переглядом А вот как раз, за чому-то зробиваєшю галунсу і ломаєшся Тепер меність проєкт, це какая-то реформа Тому що сьогодні можна занести, можна галун Наконец-то на тюрмі Которая зробила по всіх присустили Всі присустили Мне даже странно, почему депутаты оживились на тюремной теме Нет, только что эксперты сказали, подожди, так теперь схема понятна Все думают о будущем Никто не зарекается Эксперты только что сказали, так теперь схема понятна Сначала сносят, сначала сносят СИЗО Затем начинают строить, но землю эту уже отдали А потом выяснится, что деньги закончились инвестором Сначала строить для вашего удобства, а потом сносят Мы же вам стараемся, Борислав Сначала строить Чтоб вам все было комфортно и удобно Я скажу, как будет Будет то же самое, как они построили, как Яценюк построил стену То же самое будет Потратим сотни миллионов гривен Срежем бабло, поделим, вложим в бигборд И снова пролезем в парламент И на этом закончится реформа Я просто памятаю, честная часть истории моменту Я не знаю ці детали, я не настільки вникав, не буду коментувати Я вам могу одну деталь привести, как пример Лукьянушка и СИЗО, которая располагает Борислав Был в Колумбии такий найбільший в истории наркобарон Пабло Эскобар, який, до речи, сам побудовав себе приватную тюрьму В которой он там деякий час потім сидел У него была приватная тюрьма з проститутками, з бассейном, з іншими там всіма засобами для разважання З охороною власною Вы к чему призываете? Не, я просто кажу, что, можливо, кто из сьогоднішних, кто имеет величезные награбованные статки Він собі подумає робити по практиці Пабло Эскобара Слушайте, хорошая идея И рабочие места создаются в стране И надежда девушкам Пошли, я понесу Название тюрьмы на Лукьяновке Кроличья ферма Вот вы без намеков Борислав Ваше образное мысление, да в художественную литературу Вы без намеков вообще не можете Друзья, подытоживающий вопрос Все-таки начали мы говорить с того, что вы успеете или не успеете сделать Будет и байдеки быть, как говорят в народе Или все-таки попытайтесь сделать хотя бы за эту сессию, ну хоть что-то полезное для украинского общества Сейчас мои помощники, режиссеры и редакторы выведут на нашу плазму, на нашу стену Расписание игр чемпионата Европы по футболу 12-16-21 Как намек для вас, посмотрите, там есть дата Очень удобная просто для вас для всех информация Я-то не полечу точно А вы вот посмотрите Вот даты, например, да, 16-го июня будет игра Украина-Северная Ирландия Наверное, многим из вас хотелось бы посмотреть Вы вот с оглядкой на вот эти даты Все-таки расскажите, пожалуйста, каждой из присутствующих Чем вы намерены заниматься до конца этой сессии? Каких нам законопроектов от вас все-таки ждать? И желательно вот в эти дни Вот можно мне начать? Я думаю, что, разумеется, как бы наша команда партии простых людей будет работать Мы будем футбол смотреть по телевизору дома вечером после работы Это первое Я же проверю Это первое Это первое Второе Что будет с парламентом? Вот мне сегодня коллега рассказал, как Надежда, когда пришла в парламент, отреагировала на этот зал Она прошлась по нему и посмотрела Пусто И таблички с названием С именами Как на кладбище Вот так будет выглядеть Вот так будет выглядеть украинский парламент во время чемпионата Я думаю, большинство богатых, обеспеченных, непростых депутатов будут там Мы провалим и потеряем время на то, чтобы принять важные законопроекты В частности, мой законопроект и мою инициативу о том, чтобы Надю Савченко назначить главой комитета Пашинского А Пашинского отправить на футбол Сергей, ваш вариант ответа, вы будете тянуть резину до очередных каникул Я думаю, что голосование не состоится с этим событием И это, безусловно, пример банкротства парламента И это значит, что нужно проводить выборы и выбирать новый парламент по новому избирательному закону И создавать новую парламентскую систему и культуру Я могу сказать, как депутат, который не пропустил ни одного заседания парламенту Я так испугался, думал ни одного чемпионата Европы Я могу точно сказать, что я буду в Украине в эти дни Не планую ехать никуда и буду смотреться футбол по телевизору Так что проблем никаких нет А в этой ситуации, действительно, проблема с избирательным парламентом Это катастрофа На минулому тижне пленарному довелося кілька разів закрывать заседания, потому что депутатов нет на работе Это не то, что подрывает доверие к основной государственности Это просто вопрос о том, что во время войны, во время экономической кризи люди не чувствуют вообще никакой ответственности Поэтому вопрос, в том числе и при выборах, логично возникает в украинских гражданах и бачить этот безлад Вадим, я хочу, чтобы вы меня поддержали Первое, мы на следующем неделе скасуем податок на пенсии Из работающих пенсионеров И мы уже скасовали, точнее в первом учительнике, податок на пенсии из неп работающих Другое, мы вернем земли территориальным громадам И сегодня мы в первом учительнике проголосовали Это наш с вами общий законопроект Третий, мы решим вопрос спадщины 30% земли не обликовываются и не сплачиваются податки Вы все это верите? На прошлом пленарном заседании вас собиралось 50 человек в зале Я вам скажу, что в первом учительнике эти законы проголосованы Они готовы к другому учительнику Я был на погодживальной раде, я знаю, что они стоят на пленарном тижне на наступный тиждень Просто там, если бы мы не 20 законов рассматривали, а они стояли в десятке Потому что я знаю, что если это будет 15, мы не дойдем Эти законы, они сегодня, бюджетно утворяются, дают возможность показать, что мы действительно будем работать И скажу отверто, если вы покажете по этим дням, 12-й, это неделя, 16-й, 4-й, и я уверен, что будет полный парламент Вот, я увидел человека, который изучил это А 24-й, это четвертый, это работа депутата в районе Поэтому я не уверен, что сегодня это будет влиять на работу депутатов Но эти законопроекти, в частности, большее, где подготовила Батьківщина Мы будем, ну, в первом учительнике, сейчас это наши законопроекти Мы будем рассматривать и принимать Ирина, ну вы, наверное, точно чемпионат мира не выберете, чемпионат Европы не выберете Нет, 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 не поеду, больше того, я погоджуюсь с коллегой, там не припадают, нет, я переглянула в календаре Один день, только наступный четверг, когда будет пленарный тиждень, а срешта то, або работа в виборах, в округах, або вихідный день Значить, не до того, окрім того, что згадані законодавчі инициативи, про які говорим мій коллега, будуть винесені в порядок денний Є еще ряд законопроектов урядових, які будуть поставлені, в том числе и ті, які стосуються проведення медичної реформи І ліцензування ліків, спрощення ліцензування ліків, спрощення системи І додатково важливо буде поставлено законопроект в рамках реалізації плану Кокса по відкритому парламенту Так, є підготовлено законопроект, який презентував голова Верховної Радини Главна громадьєн на сьогодні, главное вам все згадить Николаїв, футбол или парламент, що ви выбираєте кратко, коротко Я выбираю однозначно парламент, і я думаю, що так сделаюся А йому не футбол І по правде, це у вас ви торгуєтесь, говорите одне, а делаєте другое, це стиль вашої праці Я думаю, що... Ми будемо фотографувати присутність оппозиційного вору по кожному депутату, а потім в черному зеркалі будемо публікувати Ви будете где це делать, фотографувати, в парламенті чи в Марселі все-таки? В парламенті, конечно, в Марселі буде смотреть Два слова буквально Говорилось сегодня о судебной реформе І периодично встає вопрос о різних зміниях в Конституції Я хочу сказати буквально два слова о том, що нам все-таки потрібно вернуться к тому Що ми маємо на Конституцію посмотреть комплексно І действительно пойти танцевати від печки в тому плані, щоб действительно сделать нормальний основной закон Для нашої країни, по якому країна буде жити Согласно требованиям сьогоднішнього дня Второй вопрос Я хочу, скажем, сказать о том, що ми совершенно не видим закона в оппозиції У нас целий ряд законопроектов, касающихся экономической жизни страны І на сьогоднішній день, я можу сказати, що ні один із наших законів в пов'язку дня не попадає Заведження, ми хочемо знали Очень коротко Я хочу сказати, в країні йдет війна І говорити о том, що народні депутати, які в цій країні отвечають за цих людей, поїдуть на футбол Це просто кощунство О, Кирилл, коли я це останавливався, я вас умоляю В країні йдет війна, це другої період Борислав, що? Покажіть, хто поїдет в країні, цим людям, які в оплопах сидять Так, я можу сказати так, що 12-го числа я буду сидіти в Києві, смотреть матч, я даже знаю бар, в де я буду сидіти, честно кажу Це на дилі Це на дилі, так Це, це выходной день, на следующий день я буду відмічати свій день рождения, потім буде робота А затем буде парламентська неделя, коли буде сессія в парламентській ассамблеї Совєта Європи Я заміщаю в парламентській ассамблеї Совєта Європи Надю Савченко І я рад, що я не поеду на эту сессію Я уверен, що поїдет Надя Савченко, яка выступить там, выступить на этой сессії І я надеюсь, що її слова попадуть не тільки в душу, але і в серця Всім участникам этой сессії І я надеюсь, що її робота на этой сессії буде достойна Тому що вона столкнеться з те, що треба захищати не тільки в парламенті, але інтереси України, але і в Європі Спасибо Що думають зрители, кому вони верять? Тим, хто собирається в те, що депутати уєдуть все-таки в іюні, і їх не буде, і вони будуть прохлаждаться под французським солнцем, смотреть чемпіонат Європи Да, 72% Уверені, що уєдете ви, як пить дати, будете займатися тільки своїми удовольствіями Це було «Черне зеркало», ми об'язательно увидимся ровно через неделю Спасибо кожному з вас, хто був з нами АПОДАЛЬНЯЮЩА АПОДАЛЬНЯЮЩА Такой щей, коли ми голосували Продолжение следует...